Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы смотрим интервью Такера Карлсона с Джеффри Саксом. Он рассказывает о холодной войне, о разных заговорах ЦРУ вокруг мира и как произошел 19-й Ц, не буду называть это слово. В общем, вызвал шум большое это интервью. Его просмотрело почти 800 тысяч человек за 5 дней. Вышло 5 дней назад, но я немножечко была занята, пропустила интервью. Итак, мы его просматриваем вместе с вами, и его нам переводит искусственный интеллект. Начинаем смотреть. Ты пьешь кофе? Все время без перерыва. Я тоже. Без перерыва. 9 или 10 чашек в день. Да, это хорошо. Мне нравится кофе, и я пью его прямо перед сном. Я тоже. О, неужели? Да, моя жена. И мы никогда не будем пить столько, сколько пил Вольтер. Да, да. О, это правда? Например, 40 чашек, да. О, это правда? А, да. И это сработало. Хорошо, и так, единственное, что мы знаем, это то, что мы слышали о движении российских войск на восток Украины в феврале 2022 года. Так это то, что оно было неспровоцированным. Вот подборка того, что мы знаем об этом. Российские военные начали жестокое нападение на народ Украины без провокации, без оправдания, без необходимости. Это преднамеренное нападение. Неспровоцированное и жестокое вторжение России сплотило страны со всего мира. Неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину. Россия развязала неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Эта неспровоцированная российская агрессия должна быть встречена с силой. Владимир Путин решил неспровоцированно начать эту войну. Так было ли это неспровоцировано? Ну, мы действительно слышали это много раз. На самом деле я попросил своего ассистента-исследователя подсчитать, сколько раз мы слышали это в газете New York Times. За первый год с февраля 2022 года по февраль 2023 года в их авторских колонках было 26 раз неспровоцировано. Конечно же, ничего неспровоцированного нет. Это почти что торговая марка, неспровоцированное вторжение. Это уловка ленивого человека, который на самом деле пытается осмыслить происходящее. И это очень опасно, потому что это неправильно. Это полностью искажает всю историю. И это неправильно понимает ловушку, которую мы расставили сами себе, как Соединенные Штаты, чтобы загнать Украину все глубже и глубже в тот безнадежный беспорядок, в котором она сейчас находится. Так в каком же смысле это было спровоцировано? Например, с чего все началось? В принципе, все началось очень просто. А именно с того, что правительство Соединенных Штатов, давайте не будем называть его народом Соединенных Штатов, не имело к этому никакого отношения, но правительство Соединенных Штатов заявило, что мы собираемся поставить Украину на нашу сторону. И мы собираемся подойти прямо к этой 2,1-километровой границе с Россией. Мы собираемся разместить наши войска, войска НАТО и, возможно, ракеты, все, что мы захотим. Потому что мы единственная сверхдержава в мире, и мы делаем то, что хотим. И на самом деле это уходит корнями в далекое прошлое. Это началось 170 лет назад. У британцев была эта идея первая, окружить Россию в Черноморском регионе, и Россия больше не является великой державой. И это была идея лорда Пальмерстона во время Крымской войны 1853 и 1856 годов. И британцы научили нас тому, что мы знаем об империи. И они, по сути, преподали нам идею о том, что России нужен выход. Ей нужен выход на Ближний Восток. Ей нужен выход в Средиземное море. Вы окружаете Россию и Черное море. Вы превратили Россию в страну второго или третьего уровня. Избигнев Бжезинский, один из наших ведущих геостратегов нынешней эпохи, написал в 1997 году, давайте сделаем это. Давайте сделаем так, чтобы мы в основном окружили Россию в Черноморском регионе. У них возникла идея, что мы расширим НАТО так, чтобы каждая страна в Черноморском регионе вокруг России была страной НАТО. Прямо сейчас. Ну, а тогда Турция была страной НАТО. Но мы сказали, хорошо, мы возьмем Румынию и Болгарию, и мы возьмем Украину, и мы возьмем Грузию. Так вот, Грузия, ты же знаешь, не наша Грузия, Атланта, Грузия, Черноморская Грузия. Мы привыкли называть ее Советской Грузией. Да, Советская Грузия, если ты хочешь так ее называть. Родина Сталина. Это не Североатлантический Альянс. Это далеко на восточном краю Черноморского региона. Люди могут посмотреть на карту. Но мы сказали, да, мы сделаем Грузию частью НАТО тоже. И причина была совершенно ясна, и Сбиг был очень откровенен по этому поводу, что это наш способ доминировать в Евразии. Если мы сможем доминировать в Черноморском регионе, то от России ничего не останется. Если мы превратим Россию в ничто, то мы сможем в основном контролировать Евразию. А значит, всю дорогу от Европы до Центральной Азии и через наше влияние в Восточной Азии делать то же самое. И в этом заключается американская однополярность. Мы управляем миром. Мы являемся гегемоном. Мы являемся единственной сверхдержавой. Мы не имеем себе равных. Вот в чем заключается идея. Но зачем тебе это нужно? Зачем британцам это нужно? Зачем государственному департаменту США это нужно? А как же Россия, которая на самом деле не является такой уж экспансивной державой, представляет такую уж большую угрозу? Дело не в России. Дело в США. Дело в Британии до этого. Я думаю, что это немного похоже на старую игру риск. Я не знаю, играли ли вы в нее в детстве, но идея заключалась в том, чтобы иметь мир на каждом месте в мире. Ты же знаешь, что это была за игра. И ты читаешь американских стратегов, будь то Збигнев-Бжезинский, хотя он был очень умеренным. Или неоконсерваторы, которые управляли внешней политикой США в течение последних 30 лет, неоконсерваторы очень откровенны. США должны быть неоспоримой сверхдержавой во всех местах в мире, во всех регионах. Мы должны доминировать. Это большая нагрузка для нас, американцев. То, что они говорят, это то, что мы будем выполнять обязанности констебля. Что за модное слово для обозначения того, что мы будем мировыми полицейскими. Они говорят об этом прямо. Они говорят, что будет много войн. Мы должны быть готовы ко всем этим войнам. На мой взгляд, это немного безумно. Но их идея заключалась в том, что после распада Советского Союза, что же теперь мы управляем миром? И возвращаясь к России, идея заключалась в том, что ну Россия слаба. Она на дне. Это мы единственная сверхдержава. Они, они на спине или на коленях, чтобы это ни было. И теперь мы можем перемещать НАТО туда, куда захотим, и можем окружать их. А русские сказали, пожалуйста, не делай этого. Не приноси свои войска, свое оружие, свои ракеты прямо к нашей границе. Это не очень хорошая идея. И США, я был рядом в те годы, вовлечен в дела России и Центральной Европы. Мы не слышим вас. Мы не слышим вас. Мы делаем то, что хотим. Они продолжали настаивать в правительстве США в 1990-е годы, когда шли эти дебаты, следует ли расширять НАТО. Некоторые люди говорили, да, но мы сказали Горбачеву и Ельцину, что мы вообще не собираемся расширяться. А теперь давай. Советский Союз распался. Мы могли делать все, что хотели. Мы единственная сверхдержава. Клинтон купился на это. Это была линия Мадлен-Олбрейт. Началось расширение НАТО. И у нас были наши самые изощренные дипломаты, у нас были дипломаты в то время. У нас их больше нет, но раньше у нас были такие дипломаты, как сказал Джордж Кённан, это самая большая ошибка, которую мы могли совершить. У нас был министр обороны Билл Перри, который был министром обороны при Клинтоне, который мучился, боже мой, я должен уйти в отставку из-за этого. Это ужасно. Что же происходит? Но он был переигран в дипломатическом плане Ричардом Холбруком и Мадлен-Олбрейт. И на мой взгляд, Клинтон никогда не решили хорошо. Венгрия, Польша, Чехия, первый раунд. А затем Бжезинский в статье 1990. В 1997 году в журнале Foreign Affairs, который является своего рода ориентиром внешней политики, изложил стратегию для Евразии, где он изложил точную хронологию расширения нашей власти. И он сказал, что в конце 1990-х годов мы возьмем под свой контроль Центральную Европу, Венгрию, Польшу, Чешскую Республику. К началу нулевых мы возьмем под свой контроль страны Балтии. Теперь это близко к России. К 2005-2010 годам мы пригласим Украину стать частью НАТО. Так что это не было какой-то легкомысленной затеей. Это был долгосрочный план, и он был основан на долгосрочной геостратегии. Теперь русские говорят, вы что шутите? Мы хотели мира. Мы закончили холодную войну второго. Ты не просто победил нас. Мы сказали, хватит. Мы распустили Варшавский договор. Мы хотели мира. Мы хотели сотрудничества. Вы называете это победой. Мы просто хотели сотрудничать. Я знаю это наверняка, потому что я был там в те годы. Чего хотели Горбачев и Ельцин? Они не хотели войны с Соединенными Штатами и не говорили, что мы побеждены. Они говорили, что мы просто хотим сотрудничать. Мы хотим остановить холодную войну. Мы хотим стать частью мировой экономики. Мы хотим быть нормальной экономикой. Мы хотим быть нормальным обществом, связанным с вами, связанным с Европой, связанным с Азией. И США сказали, что мы поняли это. Мы поняли это. Мы выиграли. Вы делаете все, что мы говорим, и мы определяем, как будут расставлены фигуры. Так вот, в начале 21 века пришел Путин. Первый бизнес-проект Путина был связан с хорошим сотрудничеством с Европой. Вернемся к началу 21 века. Опять же, я знаю этих людей. Я внимательно наблюдал. Я был участником некоторых из этих событий. Кстати, Путин был полностью проевропейским и проамериканским. Я знаю. И мы не хотим говорить об этом. Мы не хотим признавать это, потому что мы не хотим ничего, кроме неспровоцированного. Так что все, что мы говорим, фальшивка. Все это ложь. Но просто хочу сказать, что США продолжали совершать односторонние действия, которые были действительно возмутительными в 200 году. В 199 году мы бомбили Белград в течение 78 дней. Плохой ход. Абсолютно. Мы бомбили столицу Европы в течение 78 дней. Что же, оглядываясь назад, в чем был смысл этого? Смысл этого состоял в том, чтобы разделить Сербию, создать новое государство, Косово, где у нас есть самая большая военная база НАТО на юго-востоке Европы. Мы разместили там стальную базу Бонда, потому что нам нужна была база на юго-востоке Европы. И опять же, вы смотрите на неоконсерваторов. Это мило с их стороны. На самом деле, они описывают все это в различных документах. Вы должны установить связи, но в документе под названием «Перестройка обороны Америки» в 200 году, они говорят, что Балканы – это новый стратегический регион для США. Так что мы должны перебросить большие войска на Балканы, потому что их идея – это буквально игра в риск. Нам нужны не просто хорошие отношения или мир. Нам нужны наши фигуры на доске. Нам нужны военные базы с передовым размещением наших вооруженных сил по всему миру. Так что им нужна была большая база в юго-восточной Европе. Им не нравилась Сербия. Сербия была близка к России. В любом случае, мы единственная сверхдержава. Мы делаем то, что хотим. Так что они разделили страну, что, как они теперь утверждают, вы никогда не делаете. А вы знаете, что границы никогда не меняются. Мы разделили Сербию, создали новую страну – Косово, в соответствии с нашей декларацией. Мы разместили там огромную базу НАТО. И в этом и заключалась цель. Так вот в чем дело. 1998 год. Это было сделано не для того, чтобы спасти угнетенное мусульманское население. Извините. Это было сделано не для того, чтобы спасти угнетенное мусульманское население. Это было сделано для того, чтобы спасти военно-промышленный комплекс и иметь хорошее расположение в юго-восточной Европе. Это убило всех этих людей, разрушило город. Ты знаешь, это было немного грустно. Но мы делаем много грустных вещей и много разрушительных вещей, много войн. Мы страна вечной войны. Мы не оглядываемся назад. Нам даже не положено говорить об этом, потому что это было неспровоцированно, помнишь? Итак, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне. В одностороннем порядке. Ну, это было одним из стабилизаторов отношений с Россией и одним из стабилизаторов глобальной ядерной ситуации, которая абсолютно опасна. И США в одностороннем порядке начали размещать ракеты и джиз в первой Польше, затем в Румынии. А русские говорят, подожди минутку. Что, по нашему мнению, ты там размещаешь? Ты находишься в нескольких минутах от Москвы. Это совершенно дестабилизирует ситуацию. Как ты думаешь, может быть, тебе стоит поговорить с нами? Так вот, затем в 2004 году в НАТО вступили еще семь стран. Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Болгария, Словакия и Словения. Теперь, начиная с Черного моря, Румынии и Болгарии, внезапно они стали странами Северной Атлантики. Но все это часть этого замысла, все прописано, все совершенно ясно. Мы окружаем Россию. В 2007 году президент Путин выступил с очень четкой речью на Мюнхенской конференции по безопасности, очень мощный, очень правильный, очень разочарованный, где он сказал, «Господа, вы обещали нам в 1990 году, что НАТО никогда не расширится». Это было обещание, данное президенту Горбачеву, и это было обещание, данное президенту Ельцину. И вы обманули. И вы неоднократно обманывали. И вы даже не признаете, что вы это сказали, но все это четко задокументировано, кстати, и как вы знаете, на тысячах архивных сайтов. Так что все это легко проверить. Джеймс Бейкер, третий, наш госсекретарь, сказал, что НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток. И это не было легкомысленным заявлением. Это было заявление, которое повторялось снова и снова. Ханс Дитрих Геншер, министр иностранных дел Германии, та же история. Немцы хотели воссоединения. Горбачев сказал, что мы поддержим это, но мы не хотим, чтобы это произошло за наш счет. Нет, нет, это не произойдет за ваш счет. НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток, мистер президент. Так много раз повторялось во многих документах, во многих заявлениях генерального секретаря НАТО, госсекретаря США, канцлера Германии. Теперь, конечно же, все это отрицается нашим внешнеполитическим сообществом, потому что мы не должны ничего помнить. Помните, все это было неспровоцированным. Итак, вернемся к 2007 году, Путин произносит эту речь и говорит, стоп. Даже не думай об Украине. Это наша 2,1 километровая граница. Это абсолютно часть интегрированной экономики этого региона. Даже не думай об этом. А теперь я знаю от инсайдеров, от всей дипломатической работы, которую я выполняю, что Европа говорила США, европейским лидерам, не думайте об Украине, пожалуйста. Ты же знаешь, что это не очень хорошая идея. Просто остановись. Мы знаем от нашего нынешнего директора ЦРУ, Билла Бернса, что он написал очень красноречивую, страстную, четкую, ясную, как обычно, секретную служебную записку, которую мы смогли увидеть только потому, что Викиликс показал американскому народу то, что, может быть, нам хотелось бы знать время от времени, но... Да, мы никогда. О том, что делает наше правительство. О том, что они делают и как они подвергают нас ядерному риску и другим вещам. Хорошо. Этот документ действительно просочился. И он называется «нет» означает «еще нет», «нет» означает «нет». И то, что Билл Бернс очень проницательно, четко передает Кондолизе Райс и обратно в Белый дом в 2008 году, это то, что Украина – это действительно красная линия. Не делай этого. Дело не только в Путине. Дело не только в правительстве Путина. Это весь политический класс России. И просто чтобы помочь всем нам, когда мы думаем об этом. Это точно так же, как если бы Мексика сказала, что мы думаем, что было бы здорово иметь китайские военные базы на Рио Гранде. Мы не понимаем, почему у США могут возникнуть какие-то проблемы с этим. Конечно, мы бы совершенно сошли с ума, но... И мы должны. И мы, конечно же, должны. Вся эта идея настолько абсурдно опасна и безрассудна, что вы даже представить себе не можете, чтобы взрослые люди делали это. Так вот, что происходит. То, что, как мне сказали европейские лидеры, и после долгого подробного обсуждения, Буш-младший сказал им «нет, нет, нет, все в порядке». «Не волнуйся, я слышу тебя об Украине». А потом он уезжает на рождественские каникулы и возвращается, будь то Чейни, будь то Буш, кто бы это ни был, он говорит «да, НАТО расширится до Украины». И европейцы в шоке, они взбешены. Что ты делаешь? Вы, возможно, пришли к очевидному выводу, что настоящая дискуссия идет не между республиканцами и демократами, социалистами и капиталистами, правыми и левыми. Настоящие сражения идут между людьми, которые лгут намеренно, и людьми, которые пытаются сказать вам правду. Это борьба между добром и злом. Это борьба между честностью и ложью. И мы надеемся, что мы на стороне первых. Вот почему мы создали эту сеть. Сеть Такер Карлсон. И мы приглашаем вас подписаться на нее. Вы можете перейти на подкаст такеркарлсон.ком. Там есть весь наш архив. Много кадров из-за кулис того, что на самом деле происходит в этом амбаре, когда работает только айфон. Подкаст такеркарлсон.ком. Ты не пожалеешь об этом. Так что Буш не принял этого решения. Буш не принял этого решения? Верно. Я имею в виду, это звучит так, как будто я это слышу. О, о чем я говорю? Да. Нет, Буш принял это решение. Хорошо. Но ты же знаешь, что я имею в виду, он сказал европейцам, я слышу вас, я не собираюсь этого делать. Но это звучит так, как будто на него оказали влияние люди из его окружения. О нет, это могло быть так. Да, я не знаю, было ли это ЦРУ, или кто-то объяснил ему, или кто-то сказал, Джордж, мистер президент, это давний проект. Ты же знаешь, что это не то, против чего может возражать европейская страна. Я не знаю, что там произошло, но я точно знаю, что он вернулся и сказал европейским лидерам, нет, мы это делаем. Они сказали, нет, 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 мы не будем этого делать. А потом у них был саммит НАТО в Бухаресте, и это было в 2008 году. И европейцы, канцлер Меркель, президент Франции, все они. Джордж, не делай этого. Не делай этого. Это чрезвычайно опасно. Это действительно провокационно. Нам на самом деле не нужно и не хочется, чтобы НАТО было прямо у российской границы. Буш давил, давил, давил. По сути, это альянс США, и они взяли на себя обязательство, что Украина станет членом НАТО. Уловка заключалась в том, что мы не дадим им точную дорожную карту прямо сейчас, но Украина станет членом НАТО. Потому что в те дни США и Россия уже встречались в рамках партнерства НАТО, и на следующий день в Бухаресте был Путин, который говорил, не делай этого. Это совершенно безрассудно. По сути, это наша фундаментальная красная линия. Не делай этого. США не слышат ничего из этого. Это наша самая большая проблема из всех, потому что неоконсерваторы, которые управляют шоу в течение 30 лет, считают, что США могут делать все, что захотят. Это самый фундаментальный момент, который нужно понять в отношении внешней политики США. Они не правы. Они продолжают все портить. Они продолжают втягивать нас в войны на триллионы долларов плюс. Они продолжают убивать много людей. Но их основное убеждение состоит в том, что США – единственная сверхдержава. Это однополярная сила, и мы можем делать все, что захотим. Так что они не могли слышать Путина. Даже в тот момент они не могли слышать остальных европейцев. И, кстати, они сказали, что Грузия станет частью НАТО. Опять же, единственный способ понять это – это давняя теория Польмерстона-Бжезинского. Да, это не просто случайность. О, почему бы нам не взять Грузию? Это план. Хорошо, русские понимают каждый шаг этого процесса. Так что еще одна вещь идет не так. Что же идет не так? Украинцы не хотят расширения НАТО. Украинцы не хотят этого. Они против этого. Общественное мнение сказало – нет, это очень опасно. Нейтралитет – это безопаснее. Мы находимся между Востоком и Западом. Мы не хотим этого. Так что они избирают Виктора Януковича. Да, президент, который говорит, что мы просто будем нейтральными. И это абсолютно так. США – о, что же это за чертовщина? Украина – у них тоже нет выбора. Так что Янукович становится врагом неоконсерваторов, очевидно. Так что они начинают работать, конечно же, так, как это делают США. Мы должны избавиться от этого парня. Может быть мы потом изберем его оппонента. Может быть мы поймаем его на кризисе и так далее. И действительно, в конце 2013 года США абсолютно разжигают кризис, который перерастает в восстание, а затем в государственный переворот. И я знаю, опять же, по собственному опыту, что США были глубоко вовлечены в это. Но вы можете видеть наших сенаторов, стоящих в толпе, как если бы китайские чиновники пришли на 6 января и сказали, да, да, идите. Вы знаете, что можете. Как бы нам понравилось, если бы китайские лидеры пришли и сказали, да, мы были с вами на 100%. Американские сенаторы, стоящие в Киеве и говорящие демонстрантам, мы с вами на 100%. Виктория Ньюленд, как известно, раздает печенье, но это было гораздо, гораздо больше, чем просто печенье, я могу вам сказать. Итак, США вступили в сговор с украинским правым крылом, чтобы свергнуть Януковича, и на третьей неделе февраля 2014 года произошло насильственное свержение. Именно тогда и началась эта война. Эта война даже не началась в 2022 году. Она началась в 2014 году. Это была вспышка войны, это был жестокий государственный переворот, в результате которого был свергнут украинский президент, который хотел нейтралитета. Когда он был жестоко свергнут, и его люди из службы безопасности сказали ему, что тебя убьют, и он улетел в Харьков, а затем в тот же день улетел в Россию. США немедленно, в наносекунду признали новое правительство. Это государственный переворот. Именно так ЦРУ проводит свои операции по смене режима. Так вот, именно тогда и начинается война. Понимание Путина совершенно правильное на данный момент состояло в том, что я не позволю НАТО забрать мой военно-морской флот и мою военно-морскую базу в Крыму. Ты что шутишь? Российская военно-морская база в Черном море, которая была объектом Крымской войны и по сути является объектом этой войны, находится в Севастополе с 1783 года. И теперь Путин говорит, о, НАТО собирается войти? Черт возьми, нет. И вот они организовали этот референдум. Это российский регион, и там есть подавляющая поддержка. Мы останемся с Россией, спасибо, а не с этим новым правительством, возникшим в результате государственного переворота. В восточных провинциях, которые являются этнически русскими провинциями на Донбассе, вспыхивает восстание. На Донбассе, в Луганске и Донецке. И там происходит много насилия. Так что война начинается в 2014 году. Так что говорить о чем-то не спровоцированном в 2022 году, немного странно для любого, кто вообще читает нормальные газеты. Но в любом случае война начинается тогда. И в течение года русские говорят очень мудро, что на самом деле мы не хотим этой войны. Мы не хотим владеть Украиной. Мы не хотим проблем на нашей границе. Мы хотели бы, чтобы мир был основан на уважении к этническим русским на Востоке и политической автономии, потому что вы правительство, совершившее государственный переворот. Попытались закрыть все, что связано с русским языком, культурой и правами этих людей, после совершения насильственного государственного переворота. Так что мы с этим не согласны. Так вот из этого вышло два соглашения, названные Минскими соглашениями и Минскими соглашениями-2. Минское соглашение второму было поддержано Советом безопасности ООН. И в нем говорилось, что мы заключим мир на основе автономии Донбасского региона. Так вот, очень интересно, что русские не говорили, что это наше. Мы этого хотим. Все то, на что претендует каждый день, чего просто хочет Путин, чтобы воссоздать. Ты же знаешь, он считает себя Петром Великим. Он хочет воссоздать Российскую империю. Он хочет захватить территорию. Ничего подобного. Наоборот. Мы не хотим эту территорию. На самом деле мы просто хотим автономию, основанную на соглашении, достигнутом с украинским правительством. Так каково было отношение к этому со стороны правительства США? Отношение правительства США. Отношение правительства США состояло в том, чтобы сказать украинцам, не волнуйтесь об этом. Давай, не волнуйся об этом. Ты сохраняешь свое центральное государство. Мы вообще не хотим ослабления Украины. Мы просто хотим, чтобы НАТО было в единой Украине. Не идите на децентрализацию. Мы говорим им, чтобы они разорвали тот самый договор, который они подписали. Затем мы обвиняем Россию в отсутствии дипломатии. Кстати, что, как вы знаете, обычное дело. О, им нельзя доверять. Мы разрываем каждое отдельное соглашение. Мы разрываем соглашение о том, чтобы не двигаться ни на дюйм на восток. Мы разрываем договор о противоракетной обороне. У нас было так много натовских войн по выбору между ними. Я даже не упомянул о попытке Сирии и ЦРУ свергнуть Асада в Ливии и так далее. И мы отвергаем минские соглашения. И на самом деле Анжела Меркель объяснила в довольно шокирующе откровенном интервью, которое она дала в прошлом году, когда ее спросили, почему Германия не помогает выполнять минские соглашения. Потому что Германия и Франция были гарантами минских соглашений в рамках так называемого нормандского процесса. Она сказала, ну мы просто думали, что это даст некоторое время украинцам, чтобы собраться с силами. Другими словами, они были гарантами чего-то фальшивым образом. А США совершенно лгали об этом. И я знаю высокопоставленных украинцев, которые были в правительстве и которые были в окружении правительства, которые сказали мне, Джефф, мы не собираемся этого делать. В любом случае это было под дулом пистолета. Мы не обязаны с этим соглашаться. Так что вся эта дипломатия была сведена на нет. Война продолжалась. США накачивали оружием, наращивали вооружение, строили то, что должно было стать самой большой армией Европы. На самом деле огромной армией, за которой наблюдала Россия. Что ты делаешь? Ты же знаешь, что ты не соблюдаешь минские соглашения. Ты строишь эту огромную украинскую армию. Оплачиваемую НАТО. Оплачиваемую по сути Соединенными Штатами, да. И в 2021 году Путин встретился с Байденом. А затем, после встречи, он положил на стол проект соглашения о безопасности между Россией и США. Он положил его на стол 15 декабря 2021 года. Его стоит прочитать. Очень правдоподобный документ. Я не согласен с некоторыми его положениями. Это переговорный документ, с которым можно вести переговоры. Я думал, что суть его заключалась в том, чтобы остановить расширение НАТО. И я сам позвонил в Белый дом в тот момент и сказал, не развязывайте из-за этого войну. С кем ты разговаривал? Я поговорил с Джейком Салливаном, и я сказал, что не нужно устраивать из-за этого войну. Нам не нужно расширение НАТО для обеспечения безопасности США. На самом деле это противоречит безопасности США. Соединенные Штаты не должны находиться вплотную к российской границе. Именно так мы втягиваемся в Третью мировую войну. Нет, Джефф, не волнуйтесь. Никакой войны не будет. Войны не будет. Нет, не волнуйтесь. У нас есть дипломатический подход. Я сказал Джейк, что это основа дипломатии. Ведите переговоры. Ну что же, официальный ответ Соединенных Штатов заключается в том, что вопросы, касающиеся НАТО, не подлежат обсуждению. Они касаются только стран НАТО и кандидатов в члены НАТО. Ни одна третья сторона не имеет к этому никакого отношения. Россия это совершенно не имеет отношения к делу. Опять же, если использовать аналогию, вы знаете, что если Мексика и Китай хотят разместить китайские военные базы на Рио Гранде, Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться. И никто в этом не заинтересован. И не заинтересованы в этом ни на двусторонней основе. И это был официальный ответ США в январе 2022 года. Так что не спровоцированы и не совсем. Я тоже могу это сделать. 30 лет провокаций, в течение которых мы ни на секунду не могли принять мир за ответ. Все, что мы могли сделать, это делать все, что захотим, где захотим. И ни у кого нет права голоса в этом вопросе. Так что я могу просто вернуться на 1212 год назад. Думаю на 22 года. Путин сказал мне, и я проверил, я думаю это правда, что в последние дни правления Клинтон, он спросил ее, может ли Россия вступить в НАТО. Что по определению выглядит как победа. НАТО существует как оплот против России. Если Россия хочет вступить в Североатлантический Союз, значит вы победили, не так ли? Почему правительство США отклонило это предложение? И как вы думаете, это реально? Россия и Европа на самом деле хотели, раньше до того, как Европа стала своего рода вассальной провинцией правительства Соединенных Штатов. Хотели того, что они называют коллективной безопасностью. То есть мы хотим таких договоренностей о безопасности, при которых безопасность одной страны не разрушала бы безопасность другой страны. И для этого было два пути. По сути было три пути, скажем так. Один путь это то, что они называли ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Действительно хорошая идея. Это Западная Европа, Центральная Европа, Восточная Европа и бывший Советский Союз. И идея заключалась в том, чтобы собрать нас всех вместе под одним видом устава и выработать коллективное соглашение о безопасности. Мне это понравилось. Я имею в виду, что именно об этом и говорил Горбачев. Мы не хотим войны с вами. Мы не хотим конфликта с вами. Мы хотим коллективной безопасности. Вторые соглашения, которые на самом деле имеют большой смысл. Но люди говорят, что этот парень не в своем уме. Но на самом деле в этом есть большой смысл. Горбачев распустил Варшавский договор. Мы должны были распустить НАТО. Он сказал, что НАТО существует для защиты от советского вторжения. Никакого советского вторжения не будет. На самом деле после декабря 1991 года не существует даже Советского Союза. Нам не нужна НАТО. Почему существует НАТО? НАТО была создана для защиты от Советского Союза. Верно. Так почему же это продолжалось после Горбачева и Ельцина? К счастью, неоконсерваторы, спасибо вам, прочитали этот документ. В нем все ясно. Это наш способ сохранить нашу гегемонию в Европе. Другими словами, это наш способ сохранить наше влияние в Европе, а не защищать Европу и даже не защищать нас. Это гегемония. Нам нужны наши фишки на доске. Фишки НАТО – это фишки на доске. Зачем бы европейцам? Зачем Германии позволять иностранным войскам находиться на своей территории в течение 80 лет? Я не понимаю, почему европейские страны допускают это? Хотели бы вы, чтобы иностранные войска находились в вашем городе? Такер, когда у тебя было замечательное интервью с Путиным, он ответил на все вопросы, кроме одного, когда ты спросил его, что видят в этом немцы. И Путин сказал, что я этого не понимаю. И я подумал, о боже, спасибо тебе. Я этого не понимаю. Это просто чувство вины за развязывание войны? Это мазохизм? Я имею в виду, если честно. Это не мазохизм. Это не чувство вины за развязывание войны. Здесь есть основные механизмы, которые я по-настоящему не понимаю, проработав более 40 лет в этой сфере и зная всех лидеров. Я знаю Шульца, и я знаю других. Я не понимаю этого. Но когда у США есть военная база в вашей стране, это действительно сильно влияет на политические партии в вашей стране. Это действительно влияет на политические партии. Это действительно хорошо оплачивается. Я знаю, что это так. Я наивен. Другими словами, немцы нет. Они не являются свободными действующими лицами в этом. В этом-то и заключается суть дела. Если бы мужчины с оружием появились в твоей квартире в Нью-Йорке и просто разбили там лагерь, ты бы, наверное, уже не был бы главой своей семьи, не так ли? Это, наверное, правда. Но ты знаешь твой вопрос о том, зачем немцам это нужно? Это тот же самый вопрос о том, почему после того, как США взорвали труппопровод Северный поток, немцы не сказали ни да ни после, зачем вы это сделали? Это наша экономика, вы только что взорвали ее. Но они этого не делают. И поэтому они настолько подчинены интересам США. Это немного трудно понять, потому что для Европы в этом нет никакого смысла. Но, как вы уже сказали, в вашем доме есть люди. Может быть, в этом и заключается суть дела. Я разговаривал с европейскими лидерами, которые сказали мне, что я не могу процитировать это, потому что это так шокирующе, и я не буду цитировать это. Потому что это было сказано конфиденциально, но по сути они не воспринимают нас всерьез в Вашингтоне. И я сказал да. Я не сказал, что это был пузырь над моей головой, когда я разговаривал с европейским лидером. Но может быть, если бы вы немного надавили, к вам отнеслись бы более серьезно, а не просто потерпели поражение. Но мне это было сказано таким грустным тоном, что я просто почувствовал, о боже, только не говори мне этого. Ты лидер в Европе. Но мы оккупируем их страну с помощью солдат и оружия. Как мы можем относиться к ним серьезно? Они суки. Я имею в виду, честно говоря. Нет, я не знаю. Это действительно печально, и это наносит огромный ущерб. Это наносит огромный ущерб Европе. Это разрушает Украину, кстати. Вот. Конечно. Первый пункт. Это разрушает Украину, наносит огромный ущерб Европе. Это пустая трата огромного количества жизни и денег в Соединенных Штатах, которые неоконсерваторы не считают. И почти никто не встает и не говорит об этом. И ваш первый вопрос о том, что это было не спровоцировано, у нас даже есть история об этом. Это полная чушь. Это полная бессмыслица. Это для людей, которые не хотят или не помнят, не хотят ничего помнить до 24 февраля 2022 года. Но в этом есть целая длинная история, которая абсолютно абсурдна и трагична. Я имею в виду, что это абсурд. Это совершенно трагично. 500 украинцев погибло ни за что. Как вы думаете, это тот самый номер? Я думаю, что это, вероятно, тот самый номер. Да, это лучший номер, который я знаю. Я имею в виду, что мы говорили об этом прошлой ночью за ужином. Но одна из самых шокирующих вещей для меня, как для человека, который жил в Вашингтоне, это то, что если вы спросите любого из сенаторов, как я и сделал, кто проголосовал за продолжение этой войны за счет налогов американских налогоплательщиков, сколько ваших любимых украинцев было убито. Они понятия не имеют и не заинтересованы в том, чтобы знать. И им вообще все равно. А иногда они говорят, что им все равно. Мит Ромни сказал, что это величайшая сделка, никаких американских жизней. Дик Блюменталь сказал то же самое. По сути, это отличная сделка, никаких американских жизней. Но разве это не зло? Я имею в виду, что в какой-то момент это безусловно лицемерие. Они говорят нам, что мы делаем это для Украины, для наших друзей в Украине, для носителей демократии. Но разве у вас нет обязательства заботиться о людях, которых вы убиваете? Я думаю, что да. Ты так думаешь. Я думаю, что американцы так думают. Я не думаю, что аппарат безопасности так думает. Потому что государство безопасности, ты знаешь, ты должен быть жестким, чтобы играть в эту игру риска. Ты должен знать, что будут некоторые сопутствующие потери. Миллионы людей погибли в американских войнах по выбору. Но если ты большой мальчик, тебя это не должно отпугивать. Так что я думаю, что это довольно глубоко укоренилось в том, что несколько сотен тысяч жизней здесь и там. Да ладно, в конце концов, мы говорим о том, кто управляет миром. Это действительно, действительно мрачно. Я думаю, что это чрезвычайно безрассудно. Просто чтобы вернуться к этому вопросу. Но смотри, если предлогом для всего этого является какой-то моральный авторитет, то мы выступаем за демократию, а не за авторитаризм. Это не имеет ничего общего с моралью. Это не имеет ничего общего с моралью. Это не имеет ничего общего с западными ценностями. Это не имеет ничего общего с американскими ценностями. Это даже не имеет ничего общего с американскими интересами, насколько я могу судить. Хотя говорится, что на карту поставлены американские интересы. Ну, мы потратили, может быть, 7 триллионов долларов на эти безрассудные нескончаемые войны с 2001 года. Так ли это на самом деле? Мы увеличили долг. долг вырос с примерно 30 процентов национального дохода до более чем 100 процентов национального дохода у нас были эти катастрофические войны в этом ли заключаются интересы америки нет я имею ввиду что может быть мы могли бы на самом деле восстановить мост или дорогу по пути или разрушили нашу страну даже одну милю скоростного железнодорожного сообщения в нашей стране или что-то в этом роде но нет мы должны были потратить триллионы и триллионы на войны так что на мой взгляд все это совершенно извращенно но что я нахожу удивительным так это то что время от времени тебе приходится смотреть но время от времени ты действительно находишь правду выраженную в такой вульгарной форме нет они не считают украинские жизни они буквально говорят что американские жизни не имеют значения мы даже не уверены в этом кстати но это не так погибли да это не так уж и много но это кое-что но они тоже не говорят нам правды об этом так вот возвращаясь к провокации я наблюдал как администрация совершенно не разбирающийся в этом вопросе отправила вице президента на мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2022 года когда было ясно что ситуация накаляется и наблюдал как камала харрис говорит зеленскому на камеру мы хотим чтобы вы вступили в нато хотя все даже я ведущий ток-шоу знали что showing up on the first page of google might not be the best for everyone but for business owners it is take my vintage is online store it ranks for thousands of competitive keywords like vintage clothing which gets loads of searches on a monthly basis and 80 percent of that traffic goes to their site they also rank for over a thousand images on google all of this drives tons of organic traffic every single month leading to incredible organic growth year over year and a lot more sales for those who want to be seen wix.com slash seo так что единственный вывод к которому я мог прийти это то что они хотят чтобы он перешел границу и вторгся в украину они хотят войны а как вы относитесь к этому так я просто хочу сказать что до сих пор каждый высокопоставленный чиновник в сша или генеральный секретарь нато йон столтенберг говорят что украина вступит в нато и единственное что должны понять все кто нас слушает это то что украина никогда не вступит в нато если не разразиться ядерная война так что поскольку россия никогда этого не допустит . так что каждый раз когда мы это говорим мы имеем в виду только то что война продолжается и гибнет все больше украинцев и мы готовы рискнуть развязать ядерный конфликт а некоторые люди определенно готовы потому что они идиоты на самом деле из-за этого мое негодование становится очень сильным когда мы достигаем этого уровня но в наши дни мы слышим разговоры о ядерной войне мы слышим что нас не будут шантажировать этой ядерной угрозой и так далее что же черт возьми тебе лучше быть обеспокоенным мы говорим о противнике у которого есть шесть ядерных боеголовок у нас есть шесть ядерных боеголовок у нас в правительстве много сумасшедших я знаю это я достаточно взрослый чтобы знать что за 44 года профессиональной жизни в нашей стране было много не сдержанных людей у нас есть много союзников которые говорят о мы можем это сделать у нас есть президент латвии который пишет твиты или отправляет сообщения или как бы это ни называлось в наши дни раша деленда другими словами россия должна быть уничтожена обыгрывая старого катона старшего картиго деленда карфаген должен быть разрушен честно говоря президент прибалтийского государства пишет в твиттере что россия должна быть уничтожена это разумно это безопасно это обеспечит безопасность вашей семьи и моей семьи мы что с ума посходили и все это время байден ни разу не позвонил путину а я разговариваю с очень высокопоставленными российскими чиновниками ты разговариваешь самым высокопоставленным российским чиновникам они говорят что хотят вести переговоры конечно же мы поговорим зеленский цитирую дословно сделал это незаконным а соединенные штаты говорят ну что же мы не будем делать ничего такого чего не хотят украинцы это безумие между прочим как если бы это действительно было между украиной россии это соединенных штатах и россии это должно быть понятно всем это даже не украине и россии это о том что сша находится на украине и в россии так что говорить должны байден и путин . и я продолжаю говорить если можно так выразиться прямо сейчас я продолжаю говорить байдену если ты хочешь воспользоваться моей учетной записью зум пожалуйста воспользуйся ею я одолжу тебе свой телефон ты сделаешь звонок начнешь переговоры мне не нравится что моя семья подвергается риску ядерной войны почему они этого не сделают потому что до сих пор они верили я думаю что они все еще не могут в это поверить до сих пор они верили что добьются своего с помощью блефа или превосходство в силе или превосходство в финансах они играли в азартные игры потому что играли в азартные игры с чужими жизнями чужой страной и чужими деньгами нашими деньгами деньгами налогоплательщиков но они играли в азартные игры не на свои собственные ставки но они играли в азартные игры они не очень умны они все время делали неправильные ставки путин сказал нет для нас это экзистенциально для вас эта игра по-видимому игра с риском. Вам нужен ваш мир на этой доске, как если бы американские силы НАТО в Украине были чем-то экзистенциальным для Соединенных Штатов, а не нейтральная Украина. И они думали, что добьются своего. И я все это время разговаривал со старшими должностными лицами, которые просто думали, что Россия не будет возражать, или не сможет возражать, или будет отодвинута в сторону. Или упадет на колени из-за финансовых санкций США, или уступит высоким маркам США и нападет на них. Просто одна абсолютно наивная идея за другой. Но вы можете спросить меня, как у них могут быть такие наивные идеи. Ну это был мой вопрос, да. И мне очень жаль, что я вкладываю слова в твои уста, но я бы сказал, что я достаточно стар, чтобы помнить Вьетнам. Я достаточно стар, чтобы помнить, как мы пытались свергнуть Башара Алясада. Я пытаюсь. Я достаточно стар, чтобы помнить Ливию. Я достаточно стар, чтобы помнить Афганистан. Мы терпим неудачу без перерыва. Это не умно то, что мы делаем. Но люди, что самое интересное, ты всю свою жизнь был академиком. Ты, я думаю, один из самых молодых профессоров с постоянным контрактом в Гарварде. Но ты также был, я думаю, уникальным дипломатом время от времени. В основном время от времени ты знаешь в течение десятилетий. Так что вы знаете лично людей, которые занимаются внешней политикой США. И качество человека, вовлеченного в это, кажется, просто резко снизилось. Я думаю, что это правда, кстати. Я думаю, что это справедливо в целом для американской политики. Может быть это иллюзия, но когда я был ребенком и учился в колледже, я проходил летнюю стажировку в офисе моего сенатора, сенатора Фила Харта. Он был человеком большой честности, большого ума. Он был демократом, но у него было много друзей-республиканцев и коллег. Там были большие люди, и это были серьезные люди, Фулбрайт, Фрэнк Чорч, и действительно замечательные, впечатляющие люди, Чак Перси, Люгер. Я имею в виду, что это были действительно впечатляющие люди, которые хотели, чтобы Соединенные Штаты поступали правильно, поступали хорошо. И я восхищался ими. И это было с обеих сторон, республиканской и демократической. И сейчас я чувствую, что все совсем не так. На самом деле все совсем не так. И я этого не вижу. Я не вижу мудрых людей ни с той, ни с другой стороны. Мне очень неприятно это говорить. Да. Я не думаю, что это партийное разделение. Все они кажутся мне сумасшедшими и тупыми. Ты же знаешь, мы болтали, и Рэнд Пол единственный, кто имеет смысл для меня во внешней политике прямо сейчас. Он говорит, остановись. У нас так много чертовых войн, это подвергает нас невероятному риску. Но ты не слышишь демократов? Они на 100% за увеличение военных расходов, за продолжение войны. У нас есть люди, которые меня совершенно шокируют, которые говорят эти глупые вещи о том, что жизни американцев не имеют значения, как будто жизни украинцев не имеют значения. Никто не хочет говорить о переговорах. Никто не говорит ничего честного. Никто не звонит. Никто даже не хочет, чтобы правда вышла наружу из Белого дома или исполнительной ветви власти. Что является еще одной ролью Конгресса, которая заключается в том, чтобы не дать себя одурачить. Мы являемся независимой, отдельной, равной частью правительства. И раньше Конгресс как бы возмущался, когда исполнительная власть лгала ему. Да. Ты не видишь этого возмущения. Они молятся о своих жизнях. Ты не видишь этого негодования. Ты видишь пристрастность. Если это республиканский президент, то демократы преследуют его. Если это демократический президент, то республиканцы. Но никто из собственной партии даже не говорит своему президенту, чтобы он перестал морочить нам голову. Да. И это очень серьезно. Ну и это не маленькая ложь. Итак, две самые большие лжи заключаются в том, что Украина может победить, что бы это ни значило, никогда не определялось. Отбросив Россию к границам января 2022 года. И во-вторых, что Украина вступит в НАТО. И ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Они не только не соответствуют действительности. Если вы способны наблюдать за вами или кем-то вне мейнстрима, становится очевидно, что это неправда. Но если вы каждый день следите за Адмиралом Кирби и Белым домом, лжец, лжут с ухмылкой на лице, которую я терпеть не могу, потому что он даже не может контролировать свою ухмылку, потому что он говорит нам, что я лгу. Ты же знаешь, пока он говорит, это нереально. Но если вы или если вы читаете The New York Times, что печально и жалко, вы не будете знать. Но если вы действительно слушаете какие-либо независимые источники, что я и делаю, потому что большую часть времени я путешествую по миру, на самом деле нет, не в США. Вы знаете, что эти вещи очевидны. Кто-то спросил меня пару дней назад, как дела на Украине. Сейчас ее разносят в пух и прах на поле боя. В некоторые дни гибнет 1,5 тысячи человек. Обычный человек мертвый. У России есть превосходство в воздухе, превосходство в артиллерии, превосходство в ракетах, во всем. И украинцев разносят в пух и прах. И теперь американская пресса сообщает, что украинцы отступают, и тон внезапно изменился. Так что кто-то спросил меня пару дней назад, знаешь ли ты, почему произошло это внезапное изменение на поле боя? И я сказал, извините меня. Он сказал, да, а почему произошла эта внезапная перемена? Он сказал, никакой внезапной перемены нет. Вся эта тенденция была очевидна уже более двух лет. Мы находимся в состоянии войны на истощение, и более крупная партия взрывает это к чертям собачьим. Гораздо более крупная партия. Гораздо более крупная. Именно так. Но вы не узнали бы об этом ни из одного из наших повествований, ни из официальных источников, ни из Конгресса, ни из наших основных средств массовой информации. Потому что они не говорят правду до тех пор. Я бы сказал, до тех пор, но даже после этого она смотрит вам прямо в лицо. Тогда, может быть, они скажут что-то, что будет немного правдой. Это просто похоже на Северную Корею, Демир, на то, что ты представляешь себе Северную Корею. Это новостной вакуум, в котором все находятся под этими огромными заблуждениями. Как будто у людей вообще нет никакого ориентира в правде. Люди даже не знают, что им лгут. Ты постоянно путешествуешь. Является ли эта страна наиболее изолированной с точки зрения информации в мире? Ты знаешь, когда я приведу пример. Когда Соединенные Штаты ввели санкции против России в марте 2022 года, сразу же после начала этой последней фазы войны, которая началась в 2014 году. Я знаю высокопоставленных финансовых чиновников Соединенных Штатов. И они, у нас есть то, что раздавит их. Я сказал, я так не думаю. Ты знаешь, я был в Латинской Америке на прошлой неделе. Они не собираются этого делать. За неделю до этого я был в Индии. Все будет не так. Так что произошло то, что единственные, кто применил санкции, это Европа, Соединенные Штаты и несколько союзников, в Восточной Азии, Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур. Остальной мир сказал, мы не являемся частью этого. Ты знаешь, это, мы не подписываемся под этим. Нам это не нравится. Мы не согласны с расширением НАТО. Нам не нравится этот нарратив. А санкции оказались, как вы знаете, довольно бесполезными по сравнению с тем, что представляли себе стратегии США. Так вот в чем вопрос. А что думает остальной мир? Остальной мир не очень высокого мнения о США. О том, что они делают, им кажется, что это странная страна. Почему вы настаиваете на расширении НАТО? Почему вы втягиваете нас в свою войну? Мы на самом деле этого не хотим. Интересно, что большая часть остального мира, кстати, не против США. Они сказали, просто не заставляй нас выбирать все эти вещи. Это не наша битва. И нам даже не нравится то, что вы делаете. Просто заключите мир, успокойте ситуацию. И мы не хотим плохих отношений. Так что мир вовсе не антагонистичен. Но в Вашингтоне этого вообще не понимают. Я, наверное, говорю с более приземленным человеком. Я не знаю. Я все время разговариваю со многими мировыми лидерами в развивающихся странах. Это моя работа как экономиста-разработчика. Так что я разговариваю с мировыми лидерами, министрами иностранных дел, главами государств и так далее. И я очень хорошо знаю их понимание и позицию. Я не знаю, понимает ли даже эти основные моменты Белый дом, Блинкен или кто-либо еще в администрации. Но для меня это было очевидно. Ты знаешь? Это было очевидно для меня. Немного, но не очень хорошо. Со стороны кажется, что Блинкен является движущей силой. Я сомневаюсь в этом. А кто, по-вашему, является движущей силой? Я думаю, что существует большой и глубокий проект с участием аппарата безопасности, которому уже 30 лет. Я думаю, что ЦРУ продолжает оставаться движущей силой. Я не знаю. Совет национальной безопасности очевидно является движущей силой. Пентагон очевидно является движущей силой. Комитеты вооруженных сил. Это не один человек, но это проект, рассчитанный на длительный срок, и он не работает. И у нас нет президента, который был бы очень гибким. У нас нет президента, который, как мне кажется, был бы в курсе всего этого. Неповоротливый президент. Да, неповоротливый, неэффективный, не обязательно главный, не обязательно принимающий решения. Я действительно не знаю. Но что я действительно знаю, так это то, что это не импровизация. Я бы сказал, что это руль, который застрял. Другими словами, они не могут сделать что-то другое. И каждый. Импровизация заключается в том, что последнее, что они пробовали, не сработало. Так что теперь им нужно быстро импровизировать что-то другое, так как руль заклинило. Так что мы продолжаем идти по тому же разрушительному пути. И это не работает. Так что, боже мой, мы должны сделать что-то другое. Вот в чем заключается импровизация. Но что не меняется, так это цели, направления, стратегия, или этот самый основной момент, который для меня является своего рода, это звучит так простодушно. Но на самом деле, исходя из моего жизненного опыта, я действительно верю в это. Мы не разговариваем с другой стороной. Мы также, кажется, немного пыхтим своим собственным газом, веря в свою собственную ложь. Мы верим, что нам нужно лгать, потому что, может быть, если ваш руль заклинило и вы шкипер, вы должны сказать полный вперед. Другими словами, если вы не можете сдвинуть руль с места, вы должны дать какое-то самооправдание тому, почему мы продолжаем двигаться вперед. Ну что же, давайте просто. Так, например, поскольку вы экономист, каковы экономические последствия исключения России из SWIFT и так далее, и так далее. Верно. Из-за этих очень серьезных санкций, введенных против России два с половиной года назад. В целом, похоже, что это страна с экономикой, основанной на природных ресурсах и промышленном производстве. Наша экономика в значительной степени основана на финансах, кредитовании, процентах и недвижимости. Верно. Что более долговечно, что более реально, я имею в виду, что это моя точка зрения. А как у тебя? Ну, я думаю, что основной смысл санкций заключается в том, что если у вас есть нефть и вы не продаете ее в Европу, вы можете продавать ее в Азию. Ну да. И это было не так уж и сложно. И они поняли это. Даже я это знаю. Они придумали, как вести эти танкеры. Они придумали, как получить страховое покрытие. И они придумали, как это сделать. И они зарабатывают много денег, а санкции не возымели никакого эффекта. И еще одна вещь, которую они также не поняли, и я думаю, что людям также важно это понять, во всей этой стратегии неоконсерваторов был проблеск понимания. И на самом деле Збигнев-Бжезинский был очень хорош в этом. Он сказал, что ни в коем случае нельзя объединять Россию и Китай. Ну, именно так. И он сказал это очень прямо. И он говорит об этом в 1997 году в своей книге «Великая шахматная доска». Я думаю, она так и называется. Он говорит, что это так маловероятно, что это было бы так безумно делать. И это именно то, что сделали эти болваны. Кто такие неоконсерваторы? Как бы вы их описали? Что такое неоконсерватор? Неоконсерватор – это группа истинных верующих, которая действительно набрала силу в последние годы правления Буша-старшего. Это были Чейни, Вулфовиц, Рамсфилд, но это стало абсолютно двухпартийным. Виктория Ньюленд как своего рода вершина. Ее муж. Боб Каган. Роберт Каган – своего рода общественный интеллектуал неоконсерваторов. Я имею в виду, что он есть. Он есть. Я хорошо знаю Боба. Он идиот. Да, ну что же. Он твой общественный интеллектуал. Он тот парень, который пишет ом, о которых говорится. Но он ребенок. Я думаю, что это была одна из самых катастрофических внешнеполитических стратегий, которые только можно себе представить. Как вы могли перейти от мира в 1991 году, когда у вас был шанс создать мирный сотрудничающий мир, который мог бы быть действительно процветающим и делать хорошие вещи вместе, к этому беспорядку, в котором мы находимся? Для этого потребовалась стратегия настолько глупая, безрассудная и слепая, и именно такую стратегию нам дали неоконсерваторы. Они дали нам стратегию, которая гласила, что теперь мы управляем миром. И совершенно ясно, что мы будем мировыми полицейскими. Мы будем вести войны, которые нам нужно вести, где бы и когда бы нам не нужно было их вести. Мы позаботимся о том, чтобы у нас никогда не было соперников. Что же, если вы делаете это достаточно долго, вы в конечном итоге оказываетесь втянутыми во множество абсолютно разрушительных глупых войн. А остальной мир не просто сидит сложа руки и говорит, о, спасибо вам нам. Мы так благодарны вам за то, что вы являетесь лидером. Они говорят, давай. Мы, знаешь ли, составляем 4,1% населения земного шара. Есть еще 95,9% населения земного шара, которые на самом деле просто хотели бы мира и некоторого сотрудничества, а не того, чтобы вы указывали нам, что делать. Так что эта стратегия была четкой и ясной и была принята в последние годы, в основном в 1991-1992 годах, после того, как в декабре 1991 года распался Советский Союз. Клинтон был. Он просто недостаточно серьезен, последователен или опытен. Он не был жестким неоконсерватором, но Мэдалин Олбрейд была истинно верующей. И Клинтон дрейфовал в этом направлении. И это тоже отчасти то, что нужно понять. А именно то, что когда у вас есть самая большая военная машина в мире, когда вы настолько сильны. Военная машина всегда работает на полную мощность. Всегда есть повод для войны. Неоконсерваторы по сути сказали, да, мы полицейские, мы констебли. Это наш долг. И сказали, что вы должны быть вовлечены в каждый из этих конфликтов, потому что, знаете ли, репутация США также зависит от этого. Так что они разжигали региональные войны повсюду и всегда. И, конечно же, верили, что мы можем свергнуть правительства, в которых мы не хотим смены режима с помощью войны, с помощью тайных операций и так далее. И это стало не просто движением, это стало доминирующим стремлением. Так что Клинтон как бы дрейфовал. Его администрация была разделена между Мадлен Олбрейд и Холбруком с одной стороны и Уильямом Перри с другой стороны. Но он пошел с Олбрейд. К концу срока правления Клинтона произошло расширение НАТО, бомбардировка Белграда, и мы как бы сорвались с места. Затем пришел Буш-младший. 11 сентября, глобальная война с терроризмом. Но по сути 11 сентября стало возможностью реализовать проект нового американского века, который представляет собой документ, определяющий повестку дня неоконсерваторов. И это такой интересный документ, потому что он очень четкий. Он был очень тщательно изучен. И также важно понимать, что США это большой корабль, поэтому он не разворачивается быстро. Так что вы готовите путь, или как я уже сказал, это застрявший руль. И вы можете прочитать в документе восстановления обороны Америки, который был своего рода программным документом для новой администрации Буша-младшего, что мы должны делать. И в нем определяется эта повестка дня неоконсерваторов. Итак, Буш-младший ввел все эти вещи, односторонний выход из договора об ограничении систем противоракетной обороны, войну в Ираке, расширение НАТО еще на 7 стран. Обязательство расширить НАТО на Украину и Грузию. Затем приходит Обама. Вы не думаете о нем, как они о консерваторе, особенно, но кто становится ответственным лицом за Восточную Европу и Украину, Виктория Ньюленд. Так что это очень интересно. Виктория Ньюленд была заместителем советника по национальной безопасности Чейни. Я очень хорошо это помню. Да. Итак, она была советником Чейни. Затем она была послом Джорджа Буша в НАТО во время его обязательства по расширению. И если бы Обама не был неоконсерватором, вы бы сказали, ну, это не тот человек, которого я собираюсь нанять. Но внезапно она становится помощницей Хиллари, помощницей Хиллари Клинтон. Теперь Хиллари абсолютно неоконсервативна до мозга костей. И вот появляется Виктория Ньюленд, и она проходит путь от помощницы Хиллари до помощника госсекретаря по европейским делам. И становится ключевым лицом в свержении Януковича в конце 2013 и начале 2014 года. А Обама нет. Ты знаешь, он тоже очень неопытен. Очевидно, у него совсем нет опыта во внешней политике. Но он не был по натуре неоконсерватором. Но система заставляет тебя двигаться, если только ты не президент, который знает, как держать ногу на тормозах. А у нас было не так уж много таких президентов. Эйзенхауэр был одним из тех, кто знал, как нажимать на тормоза, потому что он действительно понимал эту систему. Джон Кеннеди научился этому, но только после залива свиней, и, вероятно, был убит нашим правительством за то, что пытался держать ногу на тормозах. И было не так уж много других случаев, когда президенты держали ногу на тормозах. Итак, в 2011 году Обама совершает абсолютно неоконсервативную игру, заявляя почти ни с того ни с сего, почему бы нам не свергнуть Башара Алясада, президента Сирии. Ну, это чертовски странно. Но внезапно вы начинаете слышать, что Асад должен уйти. Я был на шоу «Утренний Джо», когда было сделано это заявление Хиллари, и Джо Скарборо посмотрел на меня и сказал, «Джефф, а ты как думаешь?» И я сказал, «Ну, а как они собираются это сделать?» Это звучит как еще одна довольно глупая идея. И оказалось, что это было в 2011 году. У нас было 13 лет войны в Сирии, сотни тысяч погибших. Разрушена страна. Конечно же, разрушена страна. И кто же президент? Башар Алясад. И что интересно, я могу тебе сказать. О боже. Да, я не могу тебе этого сказать. В 2012 году США, ты знаешь, там были протесты, там происходили какие-то вещи в Сирии. Но президент сказал, «Хорошо, мы пошлем ЦРУ, чтобы свергнуть правительство в Сирии». И если кто-то еще не понял, мы делаем это десятки раз. Так что не стоит питать иллюзий, что это необычно. Я не одобряю то, что в круг ведения ЦРУ входит свержение правительств в других странах. Я думаю, что это ведет к войне, разрушению. Путин не обратил внимания на то, что это работа ЦРУ, так что это еще одна причина, по которой он не хочет, чтобы США находились на его границе и так далее. Хорошо. Так что мы начинаем вооружать джихадистов, творим безумные вещи в Сирии. Да, я могу это сказать. Я просто размышляю, потому что... А США говорят, что Ассад должен уйти. Так что ООН начинает дипломатический процесс, чтобы попытаться найти мир, что является работой ООН. Это не для того, чтобы осуществить смену режима в США. Это делается для того, чтобы попытаться найти мир. Так что США и ООН добиваются того, чтобы все стороны согласились на мирное соглашение, за исключением одной США. Так что да. Так что идея заключается в том, что вы знаете, вы не могли найти мир, вы не могли найти все эти различные фракции в Сирии. Было достигнуто соглашение. Но было одно препятствие на пути к соглашению. И этим препятствием были США. В первый день этого соглашения было сказано, что Ассад должен уйти. И ответ был таков. Почему бы вам не провести там процесс, через два или три года будут выборы. Не свергайте правительство в первый день. У нас есть все это на месте. И Обама, ну я не знаю, был ли это Обама, возможно, Хиллари, но кто бы это ни был, сказал нет. Вот почему не было соглашения. Но в чем был мотив? Например, почему вы хотите свергнуть Башара Алясада? Это очень странно. Я никогда не слышал ни одной разумной причины для этого. Поверь мне, у них есть идея, что мы можем это сделать. Почему бы и нет. Одним из аргументов было то, что у неоконсерваторов был список. И это на самом деле то, о чем Уэсли Кларк, который был, знаете ли, верховным главнокомандующим НАТО в конце 1990-х годов. Я хорошо знаю Уэсли, и он тоже говорил об этом. Он сказал, что у неоконсерваторов был список, который они собирались очистить в 1990-е годы от всех правительств, связанных с Советским Союзом или с Россией. Сейчас у Сирии есть военно-морской флот. У России есть военно-морская база на Средиземном море. И поэтому Ассад является врагом. Или не является врагом. Он не поднимается до уровня врага. Это тот, чей мир вы можете снять с доски и заменить своим собственным миром. Вот и все. И так идея заключается в невероятном высокомерии. Они не думают, ей богу. Я не знаю. Тот, кто отдал этот приказ, ничего не знал о Сирии. В этом я могу вас заверить. Но последствия этого были ужасающими. Ну, это невероятно. Это создало ИГИЛ, так что? Да, но мы, вероятно, создали ИГИЛ довольно непосредственно, потому что мы финансировали джихадистов на протяжении всего пути. На самом деле, это наша история с 1979 года. Да. Так что это уходит корнями в далекое прошлое. Они не умны. Они не честны. Они не прозрачны. Они невероятно высокомерны. И они не разговаривают ни с кем другим, в том числе с нами, американским народом, в том числе с Конгрессом, в том числе с коллегами в других странах. И это приводит к неприятностям, когда вы настолько легкомысленны и вопиющи. Потому что помните, что происходило в Сирии, они сделали точно то же самое в Ливии. И вы смотрите на Ливию, они решили убрать Каддафи. Почему? На самом деле никто не знает. Он сотрудничал с нами на тот момент. Никто не знает, потому что некоторые люди говорят, что Саркози, что Каддафи внес свой вклад в компанию Саркози, что это была личная вендета. Есть сотни теорий. Тот факт, что существует сотни теорий, показывает, что все это было чушью, если использовать технический дипломатический термин. Вы даже сейчас не можете знать, почему. Что вы знаете, так это то, что они злоупотребили резолюции Совета Безопасности ООН о защите народа Бенгази, чтобы начать многомесячные бомбардировки Ливии силами НАТО до тех пор, пока они не свергнут правительство, развяжут войну в Африке на следующие 13 лет до сегодняшнего дня, которая до сих пор бушует во всех странах региона. Они делают это, потому что они могут. Потому что это не считается. Может быть другая теория, которая, возможно, даже верна. Какая разница. Это деньги. Это бизнес. Мы ведем бизнес. Мы испытываем оружие. Мы делаем это. Возможно, с чьей-то точки зрения все это является успехом, так как вы ведете все эти войны с помощью этой большой военной машины. Я не знаю. Это теория, которую нельзя полностью отвергнуть. Потому что то, что вы не можете сделать, Такер, это посмотреть и сказать, боже мой, у нас была геополитическая причина сделать это. Это действительно было частью американской безопасности. Нам действительно нужно было свергнуть Асада. Нам действительно нужно было убрать Каддафи. Потому что если бы мы этого не сделали, случилось бы что-то другое. Вы даже не можете придумать сумасшедшую историю постфактум, которая объяснила бы это. Так что это не поддающиеся глубокому объяснению факты. Но закономерность сразу же узнаваема. Вот у вас есть страна с неоспоримой на данный момент неоспоримой властью, развязывающей войны без какой-либо очевидной причины по всему миру. Когда в последний раз империя делала это? Ты же знаешь, британцы. Это был последний раз. Я думаю, мы всему научились у британцев. Это были непрерывные войны, стычки. Ты же знаешь, когда ты империя, и если кто-то все еще играет в риск, я не знаю, я играл в него 60 лет назад, должен признать. Так что я не уверен, что люди все еще играют в эту игру. Но в риске ты пытаешься заполучить свой кусочек на каждой части доски. Когда у тебя есть свой кусочек где-нибудь на доске, если соседние места не принадлежат тебе, тебе лучше вести с ними войны, иначе они тебя уничтожат. И поэтому каждое место становится объектом войны, потому что оно оказывается по соседству с местами, где у тебя есть свои базы, свои интересы и так далее. Так что у нас есть военные базы, я бы сказал, в 80 странах, наверное, что-то в этом роде. Конечно, это число не является общедоступным, поэтому люди составляют свои собственные списки. У нас есть около 750 военных баз по всему миру. В каждом из этих мест есть свой район. В каждом из этих мест есть соседняя дверь, которой, о, ну у них нет. У нас там нет базы. Лучше бы у нас там была база. И вот в чем заключается логика. Если вы находитесь на внешнем конце этого, что же, вам лучше продолжать? Потому что в противном случае ваш внешний предел, это то, чего мы не узнаем. На самом деле, это еще одна аналогия, которую я нашел полезной. Римляне примерно в 110 году нашей эры, с Адрианом и Трайаном, хорошо, мы достигли хорошего предела. Да. И они перестали пытаться расширяться. Да, они построили, они построили стену. Они как бы оставили ее там. Именно так. И они сказали, что у них была война, которую я нахожу аналогичной войне на Украине. У них была так называемая война в Германии, к востоку от Рейна, на территории нынешней Германии, в 9 году нашей эры. Которая была войной экспансия Августа по усмирению германских племен. И они проиграли ту войну, войну в Тутенбергском лесу, и они проиграли ту войну в 9 году нашей эры. В основном после этого они решили, не совсем. Они не сказали, что это конец Римской империи. Они сказали, хорошо, мы просто оставим Германию. Да, есть пределы нашей власти. Верно. Это пределы и это нормально. Почему бы нам не вести себя так же? Нам не угрожает Россия. Нам не угрожает Россия. А нейтралитет Украины не представляет угрозы для безопасности США. Это укрепляет безопасность США, точка. Именно это я и сказал Джейку Салливану. Это даже не уступка, Джейк. Это выгода для нас. Оставь немного пространства между тобой и ними. Это то, чего мы хотим, немного пространства, чтобы у нас не было случайной растяжки. В этом и заключается настоящая логика этого мира. Дайте немного пространства. Меньше чем. Да. Нам не обязательно быть везде. Мы не играем в риск. Мы пытаемся управлять своей жизнью. Мы пытаемся обеспечить безопасность наших детей. Мы не пытаемся завладеть каждой частью мира. Так что говоря об увеличении наших рисков, я думаю, что негласная, но очень четкая цель всего этого состоит в том, чтобы убить Путина, заменить его и разрушить Россию. Таково мое мнение по этому поводу. Если вы прочитаете даже этот проект под названием «Новый американский век», посвященный восстановлению обороны Америки. В нем говорится, что возможно Россия будет децентрализована на европейскую Россию, центральную Азию, сибирскую Россию, как они ее называют, и дальневосточную Россию. Это по сути то, о чем вы говорите. Они говорят, в Вашингтоне даже есть несколько комиссий по деколонизации России. Их надежда, надежда ЦРУ, если бы они когда-нибудь сказали нам правду о чем-нибудь, состояла в том, что после того, как распался Советский Союз, Россия тоже распадется. Она распадется по своим этническим границам. Она распадется по своим географическим границам. Почему это проект США? Это проект США только потому, что с моей точки зрения США возмущены тем, что есть страна, состоящая из 11 часовых поясов. И она настолько велика, что это по сути отрицание нашей глобальной гегемонии. Другими словами, как же им неприятно, что они там есть. Но проблема в том, что они этого не видят. Но только в том случае, если вы смотрите на это исключительно с точки зрения того, что хорошо для нас, интересов США, что по моему мнению на самом деле является их работой. Да. Но хаос в 11-часовых поясах, среди бесчисленных этнических групп и религиозных разделений с шестью ядерными боеголовками, это действительно угроза всему миру. Я не могу с этим согласиться. Не так ли? Я что-то упустил? Нет, ты ничего не упустил. И дело в том, что я был советником Горбачева в 1990-1991 годах. Мне довелось наблюдать это вблизи. Я был советником президента Ельцина в 1991-1992 годах. На самом деле, это буквально правда. Как бы странно это ни звучало, Яну, может быть, не для вас, вы один из тех людей, для которых это не странно. Я сидел в Кремле напротив Ельцина в тот день, когда распался Советский Союз, в буквальном смысле этого слова. Это было даже более удивительно и странно, чем это. Я возглавлял небольшую экономическую делегацию, которая должна была обсудить происходящий экономический коллапс. И Ельцин вышел из задней части одной из этих гигантских кремлевских комнат. Да. И прошел через всю длинную комнату, сел прямо передо мной и сказал, господа, я хочу сказать вам, что Советского Союза больше нет. Это невероятно. Вот так. А потом он указал на заднюю дверь. Он сказал, вы знаете, кто находится в той комнате? Это лидеры Советских Вооруженных Сил, и они только что согласились на распуск Советского Союза. И это был... И я услышал из его уст, сидя прямо напротив него. Итак, что за момент? Да, это был, конечно же, самый невероятный момент в моей жизни. А ты сидишь в Кремле и слышишь это внезапно. А потом он продолжил говорить, он говорил очень красиво в течение нескольких минут, чего же хочет Россия. И он, должно быть, использовал слово нормальный десять раз в этой короткой речи. Мы хотим быть нормальной страной. Мы покончили с коммунизмом. Мы хотим быть нормальными. Мы хотим быть дружелюбными. Мы хотим быть частью Европы. Мы хотим быть частью мировой экономики. Мы хотим быть нормальными. Мистер Сакс, вы можете помочь нам стать нормальными. И я сказал мистеру президенту, что мир будет так благодарен за эту возможность для мира, что я абсолютно уверен, что Соединенные Штаты и остальной мир придут вам на помощь. И я сказал, что это самый удивительный и неправильный факт, потому что я верил в это. Я знал, что это было в интересах Америки. Я верил, что мы будем следовать нашим интересам. И у меня был очень необычный опыт, замечательный опыт двумя годами ранее, когда я служил главным экономическим советником Польши за пределами страны, помогая им разработать план перехода к рыночной экономике и интеграции в Европу. И в те дни я помог Польше привлечь многомиллиардную экстренную поддержку для стабилизации очень шаткой и нестабильной экономики. И в те дни, в 1989 году, все, что я рекомендовал, было принято правительством Соединенных Штатов почти немедленно. Я подумал, эй, я довольно хорош. Однажды утром я зашел к сенатору Доулу и сказал, что Польше нужен миллиард долларов для стабилизации ее валюты. И он сказал мистеру Саксу, приходите через час. И я вернулся через час, и там были бренд Скоукрофт и наш советник по национальной безопасности. И он, сенатор Дрю, сказал, ты знаешь, кто это, мистер Сакс? Я сказал, генерал, для меня большая честь познакомиться с вами. А Скоукрофт спросил, в чем дело? В чем заключается ваша идея? И я протянул ему свою одну страницу о миллиарде долларов. Он посмотрел и сказал, сработает ли это, мистер Сакс? И я сказал, я думаю, что это правильный способ стабилизировать валюту. Он сказал, что же мы вернемся к вам? И в пять часов вечера, когда мне позвонил Доул, я позвонил Доулу. И он сказал, скажи своим друзьям, что у них есть миллиард долларов в течение восьми часов в основном. Хорошо. Так что я сказал Ельцину, что это будет здорово. Ты знаешь, ты получишь всю поддержку. Мы собираемся мобилизовать финансовый пакет для тебя. Мы собираемся помочь тебе стабилизировать рубль. Мы собираемся создать стабилизационный фонд для рубля. Мы собираемся получить то и это. И, конечно же, все, что я рекомендовал, что сработало в Польше, было отвергнуто в Вашингтоне. И я никак не мог понять, что же, черт возьми, здесь происходит. Стабилизационный фонд. Это сработало. Злотый был стабильным. Польская валюта стабилизировалась. Нет, мистер Сакс, боюсь, мы этого не поддержим. И одно за другим было отвергнуто. Так что я вообще не понимал геополитику, в которой оказался. Я этого не понял. Я сказал, ты шутишь. Они хотят нормального. Они хотят мира. Это наш величайший момент. Это величайший момент второй половины 20 века. Бич ядерной войны был снят. Холодная война закончилась. Нет, так вот в чем дело. Что ты думаешь о Путине? Он очень умен. Он очень эффективно руководил Россией. И поскольку он вышел из КГБ, он понимает США так, как они работают, потому что мы стали государством безопасности. Мы стали государством, где ЦРУ имеет абсолютно экстраординарное влияние, и Путин это понимает. И поэтому он действительно понимает, как мы работаем. Ему это не нравится, но он это понимает. И его прошлое, особенно потому, что его прошлое связано с КГБ, его коллегой было ЦРУ. У него нет иллюзий по поводу Соединенных Штатов. И я бы хотел, чтобы мы доказали, что он не прав, но мы этого не делаем. Насколько влиятельна ЦРУ в деятельности правительства США? Определенно, во многих-многих местах, это инструмент смены режима. И США единственная страна в мире, которая полагается на смену режима, как я бы сказал, в качестве ведущего дипломатического инструмента. Позвольте мне выразиться по-другому, если не дипломатического, в качестве ведущего внешнеполитического инструмента. Другими словами, большинство стран, практически любая маленькая страна, любая страна средней величины, когда ей не нравится другая страна, она либо вынуждена иметь с ней дело, либо обращается с просьбой к Соединенным Штатам убрать эту страну. И мы являемся страной, которая зарабатывает на жизнь свержением других правительств. И это не очень хорошая профессия для нас. Это почти всегда заканчивается катастрофой, кровопролитием, продолжающейся нестабильностью. Но это работа церковь, который стал. Это половина работы ЦРУ. ЦРУ также является разведывательным агентством. Оно собирает информацию и проводит анализ, а также предоставляет разведывательные данные. И у меня нет никаких проблем с этой ролью, хотя я не хочу, чтобы они шпионили за нами, но я думаю, что предоставление разведывательных данных правительству США необходимо. Но быть частной армией и скрытой силой, которая свергает правительство, разжигает беспорядки, ставит людей у власти, проводит тайные операции, я против этого. Так что, если большая часть работы ЦРУ состоит в том, чтобы свергать лидеров иностранных государств, сколько времени пройдет, прежде чем оно сделает это здесь, в Соединенных Штатах? Я имею в виду, что это не кажется таким уж невероятным, почему бы им не сделать этого здесь? Да, вероятно, 61 год назад это была их первая попытка сделать это с президентом Кеннеди. Я думаю, что это лучшее предположение, я не уверен, но лучшее предположение состоит в том, что это была, по крайней мере, возможно, мошенническая операция ЦРУ. Или, возможно, официальная операция ЦРУ, или, возможно, операция ЦРУ, разделенная на отдельные части. Это была явно чья-то операция, а не Ли Харви Освальда. Довольно очевидно. Все, что мы знаем, и все доказательства указывают в этом направлении. Раньше говорили, почему Соединенные Штаты единственная страна в мире, в которой никогда не было государственного переворота. И ответ был таков, ну мы единственная страна, в которой нет посольства Соединенных Штатов. Ну, конечно же, у нас был государственный переворот. Я имею в виду убийство президента. Но у нас, вероятно, был государственный переворот среди бела дня 22 ноября 1963 года. И мы так и не оправились от этого. И мы никогда не изучали это. Напротив, мы скрывали это с самого начала, и капля за каплей появляются доказательства, включая самые последние доказательства того, что это волшебная пуля, которая была одним из оправданий абсурдной версии о стрелке-одиночке. Это также было опровергнуто, я думаю, теперь восьмилетним агентом секретной службы, который сказал, что я на самом деле положил эту пулю из спинки сидения Кеннеди в лимузине на носилке в больнице Паркленда. Так что в официальной версии так много всего неправильного, я имею в виду, что это просто нелепо. Почти никто в это не верит, да и не должен верить. Но это также интересно для всего того, что мы обсуждаем. Скорее всего, это был государственный переворот среди бела дня, с огромным количеством доказательств того, что это был заговор на высоком уровне. И все же это прошло незамеченным в течение последних 61-го года, без каких-либо официальных практических замечаний по этому поводу. Как вы думаете, это был последний раз, когда ЦРУ пыталась повлиять на внутреннюю политику в этой стране? Что же, я уверен, что ЦРУ постоянно влияет на внутреннюю политику в этой стране, потому что мы знаем об обширных операциях по наблюдению. Так оно и было. Но это интересно, ты же знаешь, в следующем году будет 50-е годовщина слушаний в Церковном комитете. А Фрэнк Чорч был очень необычной фигурой из Айдаха, довольно стойкого республиканского штата. И он был молодым, одаренным патриотом, чьим любимым сенатором был Боро, консервативный республиканец-сенатор. И он был просто честным, очень порядочным человеком, который видел все больше и больше, боже мой, это именно то, о чем мы говорим. Что-то здесь не так. В других странах убивают людей. Наше правительство выглядит не очень чисто. И одно событие за другим в череде событий привело его к тому, что он возглавил единственный раз, когда Сенатский комитет по расследованию действительно глубоко изучил операции ЦРУ. Это было в 1975 году. Увлекательно. Знаешь, что сделало это возможным, так это просто стечение обстоятельств. Никсон подал в отставку. Форд был неизбранным президентом, который пришел из Конгресса и не хотел связываться с Конгрессом. Так что он не сопротивлялся расследованию Черча, хотя его начальник штаба Дик Чейни говорил ему, преследуй этого парня. Мы должны раздавить это расследование. Но Форд сказал, нет, 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 мы не можем этого сделать ни в коем случае. И я не хочу вступать в еще одну огромную борьбу. Гувер умер. Я думаю, что Эдгар Гувер умер в 1972 году. Так что ФБР не могло сопротивляться таким же образом. Билл Колби стал директором ЦРУ, и он не хотел унаследовать все дерьмо из прошлого ЦРУ. Так что наступил момент, когда все эти фрагменты позволили кому-то действительно взглянуть на то, чем занимается эта организация. И первое, что они обнаружили, это то, что никто никогда не смотрел ни на что из этого раньше. Нет. Во-вторых, они обнаружили, что это армия президента Соединенных Штатов. Да, это частная армия. И они обсуждали, является ли эта армия изгоем, делает ли она это самостоятельно. Или это армия президента. Но это армия. И это армия, полностью находящаяся вне нашего надзора и контроля. Затем они обнаружили третью вещь. Они убивают множество людей. Они убивают американцев, кстати, с помощью этих невероятно безумных экспериментов с ЛСД. Но они, ты знаешь, по сути, они не были теми, кто всадил пулю в голову Патрису Лумумбе в Конго. Но они, они пытались и поддерживали свержение Лумумбы. И, конечно же, они пытались убить Кастро и многое другое. Так что они обнаружили невероятные вещи. Это было в 1975 году. С тех пор прошло 49 лет. Никогда больше не было подобного церковного комитета. Просто невероятно, сколько всего произошло с тех пор. Список, поверь мне, очень-очень длинный. Я видел кое-что из этого так непосредственно, что я не могу. Это просто шокирует меня, но это всего лишь представление о том, как работает наша страна, о чем ты очень хорошо знаешь. Но для меня это так странно. Меня попросили помочь Аристиду на Гаити. Да, Арито такой бедный, такой неуравновешенный, такой отчаявшийся. И Аристид обратился ко мне за экономической помощью. Именно этим я и занимаюсь. В этом заключается мой опыт. Поэтому я прилетел в Порто Пренс, и у меня состоялась с ним очень хорошая встреча. И в конце встречи он сказал, «Мистер Сакс, они собираются забрать меня отсюда. Они собираются забрать меня отсюда». И что вы имеете в виду? Он сказал, что они собираются свергнуть меня. Ладно, извините, что я такой наивный. Я сказал, нет, мы собираемся заставить это сработать. Вы знаете, это значит, что мы собираемся заставить это сработать. Нет, 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 они собираются меня убрать. Я сказал, нет, нет, я возвращаюсь в Вашингтон. Мы собираемся помочь с Межамериканским банком развития, Всемирным банком, МВФ и так далее. О, я такой наивный. Так что, конечно, потом они решили их убрать. и то как они это делают дестабилизирует ситуацию в стране и так первое что нужно сделать это закрыть всемирный банк закрыть межамериканский фонд развития который будет жиматься 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 следующее что вы сделаете это пошлете несколько наемников которые будут создавать проблемы перейдут границу из доминиканской республики последнее что было довольно примечательным это то что посол сша буквально в один прекрасный день появился у его двери и сказал господин президент вы должны беги у нас есть самолет который ждет вас в противном случае ваша жизнь в опасности и они подвели его к самолету с хвостовым оперением без опознавательных знаков и через 23 часа он был центральной африканской республики так вот это и есть то что называется государственным переворотом государственным переворотом средь бела дня центральная африканская республика совершенно верно я думал он пошел джо бергу я не знаю почему нет 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 он уехал потом но первой страной куда он высадился была центральная африканская республика если я правильно помню так вот что мне делать что я могу сделать ну я позвонил репортеру нью-йорк таймс работающему в этом районе и я сказал что прямо средь бела дня произошел государственный переворот. Я не знаю, ты же знаешь, что тебе нужно это освещать. Репортер сказал мне, что моему редактору это не интересно. Государственный переворот в нашем полушарии. Все новости, которые подходят для печати. Так вот, я хотел спросить тебя об этом. Я имею в виду, ты сказал, что за последние 50 лет не проводилось никаких реальных слушаний о надзоре за деятельностью разведывательных агентств. Да. Но ты же знаешь, что комитеты Конгресса это только одна часть надзора предусмотренного Конституцией. А другая часть, конечно же, это средство массовой информации, не так ли? Предполагается, что вы должны осуществлять надзор, надзор за правительством. И один из моментов, о котором я действительно хотел поговорить с тобой, это тот день, когда я увидел твой клип в новостях Блумбок. Я думаю, что ты был одним из моих любимых моментов. И ты только что описал, как в течение нескольких часов после этого огромный газопровод Северный поток распался на части. Можешь ли ты описать, что произошло? Да, так вот, ты же знаешь, что США взорвали Северный поток, как они и обещали, наверное, десятки раз. Но самый последний из этих случаев произошел, когда президент Байден сказал, что, по-моему, это было 7 февраля 2022 года. Возможно, я немного перепутал дату, но он сказал в заявлении для прессы, что если русские вторгнутся в Украину, Северному потоку конец. И репортер, который задал ему вопрос, я думаю, из Германии, но международный сказал, ну, мистер президент, как вы можете это говорить? Как вы могли это сделать? И он смотрит и говорит очень серьезно, поверь мне, у нас есть свои способы. Хорошо, так вот в чем дело. А потом ты можешь вернуться и найти тысячу клипов Виктории Ньюленд и Круза, и все говорят, что это должно прекратиться. Это должно прекратиться. Мы никогда не позволим этому случиться. Это будет уничтожено. Этому будет положен конец. Хорошо, а потом это взорвется. Хорошо. Хорошо. А потом, американец, ты же знаешь. Ну, прежде чем мы перейдем к этому, я вскоре после этого был на Блумбок. Я не помню, было ли это на следующий день или через день. И я сказал, ты же знаешь, я думаю, что это сделали Соединенные Штаты. Мистер Сакс, как вы можете? Как вы можете говорить такое? И я сказал, ну, во-первых, президент сказал, что этому должен быть положен конец. А еще есть на самом деле, ты же знаешь, какие-то показания самолетов в непосредственной близости и так далее. И там был твит бывшего и нынешнего министра иностранных дел Польши. Спасибо тебе, США, с фотографией воды, бурлящей над взорванным трубопроводом, твит Родика Сикорски. Там был. Муж Дэна Эплбаума. Да, там было немного доказательств того, что, ну да, Соединенные Штаты сделали это. Большое вам спасибо. Они сказали, что не сделают этого, и они сделали это. Меня отключили от эфира в течение 30 секунд. Я мог наблюдать. Я мог представить, потому что он слушал что-то в наушнике, который я мог только вообразить, чтобы убрать этого сукина сына с эфира. И они просто закончили интервью, ты же знаешь, и он остановился. А потом другой ведущий обругал меня в течение нескольких минут, через несколько минут после этого. И это был последний раз, когда я сказал хоть слово в основных средствах массовой информации, я должен сказать тебе. Серьезно? Да, да. Но ты был знаменит, потому что я живу в этой стране, я знаю. Ты был знаменит в течение десятилетий. Я был во всем этом, МСНУПК. Я потерял это. Да, многое, постоянно. Но это так интересно, что твой грех состоял в том, что ты сказал что-то правдивое, о чем действительно должны говорить средства массовой информации. Я имею в виду, что это самый крупный акт промышленного саботажа в моей жизни. Это самый крупный акт промышленного саботажа в моей жизни. Это большое дело. Это самый большой выброс углекислого газа за всю историю. Ты же знаешь, что это так. Смотри, это большое дело. Это акт войны. Это помогает понять, в чем заключается вся эта война в Украине. Это помогает нам понять, что это война между Соединенными Штатами и Россией, которая ведется многими средствами. Важно это понять. Это также имеет более глубокое экономическое значение, потому что это часть давней идеи Соединенных Штатов о том, чтобы не позволить Германии и России когда-либо сблизиться экономически. Так что в этой истории есть много чего. И это снова. Ты. Освещаешь это? Смотри, если ты можешь убить президента среди бела дня и уйти от ответственности за это в течение 61-го года. Если ты можешь вывести президента соседней страны на борт самолета без опознавательных знаков и не освещать это. Если ты можешь развязать неспровоцированную войну, которую ты провоцировал в течение 30 лет, ты можешь сделать многое. И это всего лишь одна из тех вещей, которые ты мог бы сделать. И я обнаружил, что некоторые из наших репортеров, такие как The New York Times, которые высказали мнение после взрыва, что это выглядит так, как будто Россия сделала это со своей собственной инфраструктурой. Они репортеры. Они ведущие репортеры, которые знают лучше. Они говорят мне, да, Джефф, конечно, конечно. Но они не освещают это, потому что мы живем в среде, где люди, находящиеся у власти, думают, что это игра. И они думают, что это не их работа, говорить нам об этом. Они играют в риск с нашими жизнями. Они играют в риск с жизнями украинцев. Им не нужно говорить нам правду. Нам не нужно вести никаких серьезных дискуссий. Нам не нужно вызывать кого-то на настоящее слушание или, тем более, на расследование в Конгрессе. Мы не живем в таком мире. Мы живем в мире, где правительство почти каждый день говорит то, что оно хочет. Кирби в Белом доме говорит это с этой чертовой ухмылкой на лице. И почти все знают, что это ложь. Но зачем это нужно? Это просто интересно, потому что ты принадлежишь к очень специфическому классу. Ты знаешь, хорошо известный академик, экономист, дипломат, частый гость на телевидении. И ты знаешь, в этом мире есть куча других людей. Но ты был практически единственным человеком, который сказал, нет, это ложь. И я с этим не согласен. Почему? Почему ты? Почему ты не сделал то, что сделали все твои коллеги? Я делаю это, потому что это было частью моего жизненного пути, работая в основном на международном уровне, разговаривая с лидерами за границей, я очень забочусь о своем авторитете. А это значит, что я не всегда прав, но я стараюсь всегда быть правым. Да, и я каждый день веду много дискуссий с министрами иностранных дел, высокопоставленными дипломатами или главами государств. И я не занимаю никакой должности. Я ничего не делаю, кроме как пытаюсь иметь разумные идеи и говорить как можно более правдиво. Так что это своего рода карьерный подход, который заключается в том, что я стараюсь быть точным. Верно, но в вашем мире должно быть много таких людей, как вы. Да, я знаю, что меня это не интересует, и я бы не стал устраиваться на работу в правительство США, например. Я все равно это процитирую, ты же знаешь совсем тем, что я сказал? Я могу представить себе слушание в Конгрессе, не так ли? Ты действительно сказал это о правительстве США. Ты действительно сказал это о правительстве США. Но в любом случае я не ищу работу. Я не ищу Гранд USAID. Я не ищу Гранд правительства США. Так что в этом смысле я тоже не являюсь частью. Я надеюсь, что я не совсем пойман в ловушку таким образом. Я просто пытаюсь быть точным. И то, что я действительно, действительно пытаюсь сделать, это помочь правительству Соединенных Штатов понять, что оно движется по опасным, опасным траекториям и с большим количеством заблуждений, и это очень рискованно для всех. И у меня тоже есть большое чувство обиды. Мне не нравятся риски, которым подвергался Такер. Да, мне это не нравится. Согласен с этим. Мне это не нравится. У тебя есть дети? Это не игра. У меня есть внуки, и мне действительно не безразлично. И мне не нравятся игры. И я хочу, чтобы люди говорили правду. И мы, если бы мы сказали правду, мы могли бы на самом деле остановить войны сегодня. Я не имею в виду. Это звучит безумно. Это не безумие. Если бы мы сказали правду об Украине, если бы Байден позвонил Путину и сказал, что расширение НАТО, к которому мы стремились в течение 30 лет, отменяется. Мы это понимаем. Ты прав. Это не пойдет на вашу границу. Украина должна быть нейтральной. Эта война прекратилась бы сегодня. Было бы много вопросов о том, где именно будут проходить границы, как все пройдет. Я так не думаю. Я не говорю, что проблем не будет, но боевые действия прекратятся сегодня, если правительство Израиля либо скажет, либо оно само скажет, что будет палестинское государство. И мы будем жить мирно бок о бок, боевые действия прекратятся сегодня. Это элементарные факты, элементарные истины. И если бы мы действительно говорили об этом, если бы мы действительно относились друг к другу, как взрослые люди, мы бы разрешили то, что казалось непреодолимыми, непреодолимыми кризисами. Они вовсе не непреодолимы. Они просто требуют некоторой доли правды. Как твои сверстники отнеслись к тебе за то, что ты сказал что-то вроде, «Я слышу то, что ты только что сказал, и я думаю, что это бесспорно». Это также очень почетно. Ты, похоже, действуешь из лучших побуждений, из традиционных американских побуждений, я бы сказал. Да. Так что я восхищаюсь тобой за то, что ты это сказал. Как твои сверстники отреагировали на тебя? Я думаю, они считают меня немного сумасшедшим. А что было бы сумасшедшего в том, что ты только что сказал? Ну, ты же знаешь, когда я сказал, что у этой войны есть причина, что дело не в том, что Путин злой, что мы провоцируем это, и что это может прекратиться. Большинство моих оставшихся собеседников сказали мне, «Джефф, что с тобой не так? Ты апологет Путина. Ты знаешь, как ты смеешь? Когда я говорю это об Израиле, я теряю еще одну группу. Потому что есть вещи, которые вы должны говорить здесь. Потому что эта идея американской гегемонии, эта идея американского доминирования, она также довольно глубоко укоренилась в американской академической среде. Я имею в виду, что для меня не будет шоком сказать вам, что все эти специальные организации, аналитические центры или специальные отделы университетов, исследовательские подразделения, они финансируются правительством США. Они финансируются государством безопасности. Они финансируются крупными донорами, которые являются частью этой истории. Так что из этого не так-то просто выбраться. Я думаю, что это был Марк Твен. Я думаю, что именно он сказал это. Возможно, это был Манкин. Но я думаю, что это приписывают Твину, который сказал, что невозможно убедить человека в чем-то, когда его работа зависит от того, чтобы верить другому. И я думаю, что это верно в отношении многих людей. А именно, я не могу этого сказать. Я не знаю, правда ли это. Но в любом случае, почему ты так сильно высовываешь голову? Я должен спросить тебя. Во-первых, спасибо тебе. Я думаю, что это было самое четкое и я думаю, самое честное описание того, что происходило в Украине прямо сейчас, которое я когда-либо слышал. Так что спасибо тебе за это. Черт возьми, давай выясним, что случилось. Странно ли это проснуться однажды и внезапно увидеть реальные угрозы существованию человечества прямо здесь? Ядерная война, биологическая война, возможно, искусственный интеллект. Да. Но прямо здесь, я имею в виду, что это за большая картина, что это такое? Вы когда-нибудь думали, что после того, как вы всю свою жизнь прожили в самой процветающей стране в мире, вы окажетесь в месте, где страна, в которой вы живете, по сути, вызывает потенциальное вымирание человечества? Ты знаешь, я думаю, что это действительно правда, и важно понять, что с 1945 года мы живем именно так. И мы этого не знаем. Мы едва осознаем это. Но способность все испортить в этом мире очень высока. Возможность возникновения ужасных несчастных случаев. Упс, а откуда взялся этот вирус? Возможность ядерной войны даже случайно, но гораздо меньше, когда вы находитесь лицом к лицу со своим противником и говорите о том, чтобы победить его и так далее. Война между двумя ядерными сверхдержавами, которую мы нормализовали. Да, мы не на войне. Мы просто снабжаем их всех оружием, и они могут. А британцы, которые хуже всех справляются с этим, да, они могут использовать оружие, где бы они не захотели. Ты знаешь, никаких ограничений, никакого контроля. Мы живем именно так, но мы этого не знаем, потому что, как и все остальное, повествование этого не допускает. Однажды Байден сказал, кажется, осенью 2022 года. Ты знаешь, это довольно опасно. Мы можем оказаться на пути к ядерному Армагеддону. Он не сказал этого в своей речи перед американским народом, потому что он не произносит речей перед американским народом. Он не разговаривает с американским народом. У него нет пресс-конференций. Он сказал это на каком-то благотворительном вечере, как обычно, а потом кто-то сообщил об этом. Какова была реакция прессы на следующий день? Почти во всех газетах реакция была такой. Как он смеет говорить такие вещи? Как он смеет пугать людей? Как он посмел произнести такое слово, как Армагеддон? По-моему, в Wall Street Journal была редакционная статья, если я правильно помню, о том, что это непростительно. Это своего рода оговорка президента Соединенных Штатов. Итак. Это так. Байден на мгновение выпалил правду, без сомнения, случайно, без сомнения, потому что он был на каком-то мероприятии по сбору средств, вероятно, пытаясь произвести впечатление на какого-то донора. Но реакция была такой. О боже, что это значит? Как мы должны это рассматривать? Давайте вернемся назад и подумаем о неспровоцированном, 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 и, возможно, мы могли бы решить, как немного отступить от края пропасти. И нет, абсолютно наоборот. Совершенно наоборот. И я видел, я имею в виду не только. У нас может быть пандемия, которая убьет около 20 миллионов человек, и мы на самом деле не будем заботиться о том, чтобы выяснить, откуда она взялась. Вы можете быть на грани ядерной войны. У нас может быть обстрел Украины и Запорожской атомной электростанции. Знаете ли вы, что наши газеты не скажут, что это Украина обстреливает электростанцию? Все они будут. И Украина обстреливает атомную электростанцию. Я могу раскрыть это так, как будто это А. Как будто это сюрприз. Потому что русские находятся внутри электростанции, а украинцы пытаются вернуть себе электростанцию. И вот эти снаряды попадают на атомную электростанцию. А потом наши. Гребаные сумасшедшие. Наши милые газеты пишут, что каждая сторона обвиняет другую в обстреле атомной электростанции. И так случилось, что я знаю, по причинам которой я знаю некоторые из этих вещей, что, конечно же, это Украина обстреливает станцию, на которой находятся русские. Нерусские обстреливают станцию. Но вы не можете заставить официальное лицо сказать это. Вы не можете добиться того, чтобы об этом написали газеты. Это довольно серьезно, обстреливать атомную электростанцию. Я имею в виду, ты что с ума сошел? Я включил это в список, который мы дополняли. Ты что с ума сошел? Верно. Не делай этого. Но они это делают. В стране в мире, где на самом деле уже произошла серьезная ядерная авария. Именно так. Вы могли бы упомянуть, что, возможно, они могли бы знать что-то об этом, что была бы некоторая сдержанность. О. Так что это подводит меня к моему последнему искреннему вопросу, на который вы можете ответить или не ответить. Но вы знаете, что вы говорите правду о вещах, которые являются важными вещами. Это большие вещи, как самые большие вещи. И в мире, где вам просто абсолютно, как вы неоднократно и правильно отмечали, вам просто не разрешается этого делать. И ты говоришь правду о людях, которым наплевать на смерти миллионов, которые стали причиной смерти миллионов. Так ты беспокоишься, потому что тебе действительно доверяют. Ты не сумасшедший, и твоя работа и твоя карьера дают тебе доверие с первого взгляда. Для тебя это большая вещь, говорить такие вещи. Ты беспокоишься о риске для себя. На самом деле нет? Я беспокоюсь о рисках ядерной войны для себя. Наверняка. Я действительно беспокоюсь. Я провожу много времени с дипломатами. Кстати, мне действительно нравятся дипломаты. Даже когда ты знаешь страны, ненавидят друг друга или идет война, хорошие дипломаты улыбаются и разговаривают друг с другом. И можно сказать, ты знаешь, о, как цинично или... Но на самом деле это довольно приятно. Я считаю, что человеческое прикосновение это то, что может сохранить нам жизнь на самом деле. Я не думаю, что это наивная идея. На самом деле это довольно глубокая идея. В России есть один из величайших дипломатов, которых я когда-либо видел. Я думаю, что Лавров просто замечательный. Замечательный. И я знаю его уже 30 лет. Неужели? Да. Забавно в справедливом мире. В мире меритократии он был бы очень знаменит. Даже если вы не согласны со всем, что он сказал. Потому что он так очевидно умен. Он поразительно умен и поразительно способен. И он поразительно тот человек, с которым мы должны говорить. Я согласен. Чтобы найти ответ на этот вопрос. Так вот, то, что делает это возможным, если бы я кричал в пустыне и просто чувствовал, что это безумие, что никто меня не слушает. У меня была бы совсем другая реакция, чем та, которую я на самом деле испытываю изо дня в день. Почти все, с кем я разговариваю по всему миру, обеспокоены, делятся тем, о чем мы говорим, понимают риски. Заставляют вас чувствовать себя совершенно нормально, а не ненормально во всем этом. Говорят, пожалуйста, продолжайте делать это. Можете ли вы найти способ поговорить здесь или там? За последние два года я дважды выступал в Совете Безопасности ООН или давал показания в Совете Безопасности ООН. Я хочу, чтобы дипломатия работала, потому что от этого зависят наши жизни. И мы остановили всю дипломатию в Соединенных Штатах, всю ее, за исключением того, что мы называем разговорами с нашими друзьями и союзниками. Но дипломатия это не разговоры с вашими друзьями и союзниками. Дипломатия это разговоры с вашими коллегами, даже с вашими противниками. Вот в чем заключается дипломатия. И мы должны вернуть ее обратно. Как вы думаете, средний американец? Я сказал, что это был мой последний вопрос. Но у меня есть еще один. Как вы думаете, средний американец, даже информированные люди имеют хоть какое-то представление о том, насколько мы близки к уничтожению? Я думаю, что люди обеспокоены, и люди не являются счастливыми туристами, и люди не согласны с внешней политикой этой администрации. Но люди также очень сбиты с толку. Потому что мы не слышим ничего ясного, за исключением тех случаев, когда вы берете интервью у президента Путина. И мы слышим то, что он говорит, и думаем об этом. Я имею в виду, что это было монументальное событие, Такер, и чрезвычайно важное. Но как это редко бывает. И именно поэтому это было так необычно. Потому что вы не должны этого делать. Мы не должны этого слушать. Так что я думаю, что американцы такие. Они знают, что что-то не так. Они не знают точно. Как они могли знать, что именно не так? Уровень доверия к правительству чрезвычайно низок. Это низкое доверие, к сожалению, вполне заслужено. Потому что наше правительство лжет, и лжет, и лжет, и даже не пытается сказать правду. Оно пытается создать нарратив. Так что я думаю, что люди... Люди чувствуют, что что-то серьезно не так. Но, боже мой, я надеюсь, ты знаешь, что наши жизни находятся в руках нескольких человек, и им лучше научиться некоторой осмотрительности. Потому что у них этого не было в течение длительного времени. И они даже не понимают, что значит разговаривать с коллегой. И моя абсолютная основная мысль заключается в том, что до тех пор, пока Байден не поговорит напрямую с Путиным и не начнет говорить, наши жизни находятся в серьезной опасности. И мне кажется невообразимым, что мы находимся в состоянии открытой войны, а мы даже не пытаемся найти путь к миру прямо сейчас. И у нас есть безумные заявления президента Финляндии о том, что путь к миру лежит через поле боя. Эти люди ничего не понимают. И я просто хотел упомянуть две быстрые вещи в заключение. Ты знаешь, во-первых, я потратил большую часть своей жизни на изучение кубинского ракетного кризиса и его последствий. И я написал книгу о мирной инициативе Кеннеди в 1963 году, которая была замечательной, потому что он действительно, в разгар холодной войны, достиг соглашения о частичном запрете ядерных испытаний с Хрущевым. И они оба знали, что мы должны были отступить от края пропасти, потому что у них обоих были советники, которые привели бы нас к ядерной аннигиляции. И они оба были просто совершенно, совершенно потрясены, как два человека, которые спасли мир, но с трудом осознали, насколько близко мы подошли к этому. Но одна из вещей, о которой большинство людей не знают в связи с кубинским ракетным кризисом, это то, что даже когда Кеннеди и Хрущев достигли соглашения, у нас чуть не началась ядерная война после этого события, из-за вышедшей из строя советской подводной лодки. Ты знаешь об этом событии? Потому что это один из самых замечательных, малоизвестных фактов современной истории. И это стоит того, чтобы понять. После того, как Кеннеди и Хрущев достигли соглашения о прекращении кубинского ракетного кризиса, Кеннеди убрал ядерное оружие из Турции. А Советский Союз убрал ядерное оружие с Кубы, а США пообещали никогда больше не пытаться вторгнуться на Кубу. На дне Карибского моря лежала выведенная из строя советская подводная лодка, отправленная туда во время кризиса. И у нее, как говорится, сорвало прокладку, внутри было 120 градусов по Цельсию, а матросы, матросы падали в обморок, а корабль был полностью выведен из строя. И это был 1962 год, так что связи не было. Связь с кораблем отсутствовала. Они понятия не имели, что происходит. Поэтому они решили всплыть. И как только они всплыли, пилоты американского военно-морского флота сбросили на подлодку заряды. И это не совсем точно, но одна из историй заключается в том, что пилот военно-морского флота, один пилот военно-морского флота, ради забавы сбрасывал боевые гранаты на подводную лодку, когда она всплывала, а не глубинные бомбы. И пилот подумал, что они подверглись нападению, и что на поверхности разразилась война. Так вот, это была подводная лодка, лидер эскадры из семи подводных лодок в Карибском море. И это была единственная подводная лодка в этой эскадре, у которой на вооружении были подводные лодки с ядерными боеголовками. Ядерные боеголовки на торпедах, извините меня. И согласно доктрине США, любая атака с применением ядерного оружия должна была быть встречена всей мощью ядерного арсенала США с нанесением удара по всему Советскому Союзу, Китаю и всем странам Восточной Европы, что по оценкам привело бы к гибели 700 миллионов человек. И это должно было произойти в случае любой ядерной атаки. И Кертис Лемей был в то время главой военно-воздушных сил США, и он не мог ждать. Я думаю, что это справедливо сказать. Да, это справедливо сказать. Так вот, что случилось, так это то, что шкипер, командир судна, приказал выстрелить ядерной торпедой в торпедный отсек, потому что он думал, что корабль подвергся нападению. И чудом парень по имени Архипов, который был человеком с Пашем Мир, чье имя никто не знает, и я почти уверен, что я правильно назвал его имя. Был партийным чиновником, имевшим более высокий ранг, чем капитан корабля, и сказал, я не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, нам следует всплыть. И он отменил приказ в последний момент. И корабль всплыл, и они обнаружили, что никакой войны и никакого кризиса нет, и на этом все закончилось. И мы были в шаге от полного ядерного уничтожения. Так вот, это правдивая история. Если люди хотят узнать об этом подробнее, то самая замечательная книга об этом, это книга покойного историка Мартина Шервина, под названием «Азартные игры с Армагеддоном», которая является абсолютно феноменальной работой. А Мартин Шервин, как могут вспомнить некоторые люди, является историком, который является соавтором Оппенгеймера, по сценарию которого был снят фильм. Он замечательный историк, который умер несколько лет назад. И он рассказывает эту историю в невероятных, захватывающих деталях. Так вот, я воспринимаю это не только как буквальное событие, но и как метафору нашей реальности, которая заключается в том, что что-то всегда может пойти не так. Держись подальше от обрыва. Именно так. Держись подальше от обрыва. Вот насколько мы близки. Поговори с президентом Путиным. Веди переговоры с Китаем. Прими решение о создании двух государств, чтобы остановить войну на Ближнем Востоке. Перестань вести себя так, будто ты управляешь миром, потому что ты им не управляешь. Спасибо тебе за это. И я надеюсь, что тебя услышат повсюду. Ну что же, спасибо тебе. Спасибо тебе за все твое замечательное лидерство в этом деле, Такер, потому что ты играешь огромную-огромную роль. Я просто... Так, ну что, послушали, да, ребята, интервью? Ну, то напишите комментарии под видео. Поставьте, конечно же, поделямс. Лайкосики. Как можно больше людей увидят это видео, тем больше. Может быть, кто-то откроет глаза на другой стороне и что-то осознает. Все, всем пока. Подписывайтесь. Будет еще больше интересных видео на канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok